Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день! Я вас рад приветствовать в зале Медиа-Центра Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова. Приветствуем всех присоединившихся к нам в режиме онлайн, в Zoom-конференции. Сегодня мы начинаем научно-практическую конференцию «Влечение детей и молодежи в изучении истории страны и родного края». Через игровые технологии, военно-историческую реконструкцию, поисковую работу, которая проходит в рамках Всероссийского историко-образовательного форума «Парад эпох», который в этом году проводится в двух регионах. Это Чеченская республика уже состоялась в октябре. И Ульяновская область, которую, к сожалению, с октября мы вынуждены были перенести на более поздний срок. Но более поздний срок наступил именно сегодня. Легче, как говорится, не стало, к сожалению. Мы вынуждены в таком формате, в смешанном поработать в режиме немного оффлайн, но основная часть присутствующих будет в онлайн. Сегодня нас слушают представители, студенты историко-филологического факультета, студенты других вузов ульяновских и представители студентов из студенческих клубов и военно-исторических клубов из других регионов, которые изъявили желание присоединиться к работе форума. Но еще раз повторюсь, к сожалению, вот так получается, что дистанционно. Коротко про сам форум. Организаторами форума является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и операторами является Центр реализации программ Российского Союза молодежи в Ульяновске. Также операторами является Ульяновская областная организация Российского Союза молодежи и Ульяновские государственные педагогические университеты имени Ильи Николаевича Ульянова и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Цель форума – это развитие и укрепление основ патриотического воспитания, стимулирование у молодежи интерес к изучению исторического и военно-исторического наследия нашей страны. Ну и задачи форума – это совершенствование работы клубов исторической реконструкции, вовлечения молодежи в работу клубов исторической реконструкции, повышение уровня методической подготовки специалистов и руководителей клубов исторической реконструкции в сфере патриотического воспитания и изучения исторического наследия России. И сегодня среди участников научно-практической конференции есть представители и военно-исторических клубов, представители образовательных организаций, представители поискового движения России, представители казачества, конечно, и наши светилы, это представители науки университетской. И сегодня мы всех их услышим, сегодня у нас также кроме взрослых докладчиков присутствуют представители молодежи, сегодня у нас будет доклад от Детской общественной палаты, которая также всеми силами работает в направлении военно-патриотическом и гражданском-патриотическом. Не буду забегать вперед, каждый докладчик будет иметь 5-7 минут времени для того, чтобы рассказать свой опыт, поделившись им со всеми студентами, со всеми клубами патриотическими, военно-историческими. И в дальнейшем у нас будет возможность, небольшая я предлагаю, позадавать друг другу вопросы, если какой-то вопрос появляется, можете писать их в чат, мы постараемся на них тоже ответить, если уложимся во время. Время у нас сегодня полтора часа, поэтому просьба придерживаться регламента. Но если что-то вы не успели сказать, вы можете озвучить контакты, либо ссылку на ваши ресурсы в социальных сетях, где можно познакомиться ближе с вами, оставить контакты там же. Ну и сразу могу у вас спросить, можно ли те презентации, которые сегодня будут опубликовать в свободном, все дали согласие. Поэтому по итогам можно будет подробно познакомиться с деятельностью каждого докладчика. И поэтому предлагаю далее не затягивать начало и приступить к открытию научно-практической конференции и предоставить слово хозяину сегодняшней площадки, ректору Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова, председателю Ульяновского регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорю Олеговичу Петрищеву. Аплодировать можно. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, коллеги по университету, коллеги по той деятельности, которая занимается военно-историческое общество. На мой взгляд, очень важная тема, которая сегодня поднимается именно в научно-практической конференции сегодняшней, да и в целом в рамках форума патриотического воспитания граждан. Об этом много говорится, об этом много пишется, тем более, что год 75-летия победы, год памяти и славы, тем более, что он выдался для нас, для современников, таким непростым. С одной стороны, хочется показать все то, что накопилось внутри. Я сейчас особенно говорю о тех взрослых людях, которые, наверное, в большей степени, еще от непосредственно тех лиц, кто не участвовал в Великой Отечественной войне, помнят по рассказам то, что происходило. Ну и более молодые участники, граждане, школьники, наверное, тоже в этом заинтересованы. Но, тем не менее, ряд мероприятий не удалось провести в очном формате. И, наверное, это была одна из сложностей текущего 2020 года. О чем хочу сказать, чтобы не затягивать, поскольку я уверен в том, что сегодняшние докладчики развернут то, о чем я сейчас начну говорить в полной мере. Несколько таких тезисов, на мой взгляд, очень важных для современного патриотического воспитания. Тезис первый. На мой взгляд, на взгляд многих коллег, с которыми мы работаем, сейчас происходит такой некий процесс, ну, условно, гламуризации детства, которая ведет к тому, что детей, взрослые в университетах, взрослые в школах, взрослые дома оберегают от излишних эмоциональных нагрузок, да и вообще оберегают в большей степени, наверное, чем оберегали раньше. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если обращаться к тому, что такое историческая память и как, в принципе, она может формироваться у человека, наверное, это тренд не очень хороший, на мой взгляд, да, что историческая память может формироваться двумя основными направлениями. Первое – это эмоциональное переживание лично человека, которые у него остаются в памяти, и он, извиняюсь за повторение, помнит определенные события. Ну и вариант второй – это те эмоциональные вызовы, та эмоциональная реакция, которая передается от рассказов, от показов, от представления другой информации собеседникам того молодого или немолодого человека, которые эту информацию воспринимают. Так вот, на мой взгляд, в настоящее время достаточно сильно детей оберегаем от эмоциональных всплесков. И отрадно то, что те люди, которые здесь сегодня собрались, представляют новые формы обучения и истории, и формирования исторической памяти, которые заставляют ребенка не просто слушать и запоминать ту или иную информацию, но ее в какой-то степени переживать. Я еще раз говорю, я не буду пересказывать то, что мы делали и университетом, и совместно с теми общественными организациями, представители которых здесь находятся. На мой взгляд, то, что ребенок переживает, наверное, это более важно и больше остается в памяти, чем просто заученные даты, фамилии или другая какая-то заученная информациями. Коллеги, первое, очень рад, что хоть в таком смешанном формате, но у нас получилось собраться и проводить такую конференцию. Ну и второе, очень рад, что те доклады, которые сегодня представлены и будут озвучены, на мой взгляд, вот эту историческую память помогают нам формировать у молодых детей и сохранять у немолодых. Спасибо всем хорошей работы и удачных проектов, реализуемых, ну, я надеюсь, совместно с педагогическим университетом и с Ленским региональным отделением военно-соединительного общества. Всем удачи. Спасибо. И, как я уже и сказал, что одним из организаторов форума является Российский союз молодежи, центр реализации программ российского молодежи. И сейчас у нас мы переключимся в Зубове Редствие, перемещаемся в столицу нашей Родины, город Москва, откуда нас приветствует, руководитель программы «Патриотный гражданин», который представляет Российскую общественную организацию Российский союз молодежи, Олег Дмитриевич Ярошенко. Тоже можно поаплодировать. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники, организаторы. Я рад вас приветствовать на данном мероприятии, которое, наверное, особенное, потому что она проходит в таком смешанном гибридном формате, очно-заочном. Могу сказать, что в таком формате это мероприятие проводится впервые. И я бы хотел поблагодарить сегодняшних организаторов, тех, кто нас принимает, тем, кто обеспечивает проведение данного мероприятия. Мы очень долго работали над возможностью его провести, и только благодаря вам, коллеге, оно все-таки состоялось. И спасибо вам большое. Уважаемые участники, я надеюсь, что вся та информация, все те материалы, которые будут представлены на данной конференции, будут вам полезны. Вы почерпнете много интересной информации, которая пригодится вам в дальнейшем в вашей деятельности. Или, может быть, просто вы узнаете для себя интересные аспекты работы или исторические аспекты работы. Я хотел бы пожелать всем вам плодотворной работы и, в общем-то, успехов. Спасибо огромное. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Мы поработаем и сегодня, и завтра еще. У нас запланирован ряд площадок, тоже в небольшом формате, но малыми группами мы можем собираться, поэтому завтра будут и сегодня, пройдут еще площадки практически. Ну, а сейчас мы приступаем уже к основному событию, который сейчас мы как раз ради этого и собрались. Это научно-практическая конференция «Вовлечение детей, молодежи, изучение истории страны и родного края через игровые технологии, военно-историческую реконструкцию и поисковую работу». И я с удовольствием приглашаю профессора кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильиния Николаевича Ульянова, доктора исторических наук Чепканова Ивана Альбертовича с его докладом. Он начнет роль и место личности в истории России. И как раз, я думаю, что это, наверное, основной доклад для того, чтобы дальше развивать тему «Вам было поменьше». Так, макрофончик. Да я знаю, Матур, есть необходимость. Да, наши коллеги, я прошу. Уважаемые товарищи, я, конечно, холи у нас конференция научная и конференция научно-практическая, то в данной ситуации я буду говорить научным языком. Пускай на меня не обижаются наши, как говорится, представители студенчества, представители школы. Ну, я постараюсь, конечно, разбавить свой доклад какими-то примерами жизни. Дело в том, что мне поручено выступить. Проблема, роль личности в истории, как ее оценивать именно в работе наших общественных организаций, студентов, школьников, исторических клубов, поисковых организаций и так далее. Почему? Потому что проблема очень сложная, противоречивая. И для того, чтобы в ней разобраться, необходимо четко понимать методологические подходы, как понимать роль той или иной личности в истории. Дело в том, что... Почему проблема значимая и важная? Потому что очень много диаметрально противоречивых подходов сложилось на сегодняшний день, которые эту проблему оценивают. Ну, я постараюсь их привести. Как говорил Виктор Гюго, личность может творить историю по своему усмотрению и горе тому, кто будет путаться у этого человека под ногами. То есть, личность творит историю, несмотря ни на какие объективно-субъективные проблемы, противоречия, трудности и так далее. То есть, как личность захотела, так она и решила. Есть другой подход. Личность творит историю только вместе с народом. Это более объективно. И кто это говорил? Это прудом об этом говорил, знаменитый социалист европейский, вторая половина 19 века. Он говорил, что если народ хочет какого-то правителя, то, соответственно, народ всегда его поддерживает. Это второй подход. И, в общем-то, он, я бы так бы сказал, более сбалансированный, более приближенный к реалиям. Есть третий подход. Марсистский. Карабас говорил, что только народ творит историю. То есть, личность не влияет ни на объект, ни на процесс. Ну, это, кому интересно, можете почитать гегельской, критики гегельской философии права. Там, в общем-то, такая мысль проходит. То есть, народ, а какой-то правитель, там, личность какая-то историческая, она роли никакой не играет. Если народ не захочет, то, как его вознес, не обиде стал, так он его и свернет. Есть четвертый подход. Но это уже если мы будем брать наших отечественных мыслителей. В частности, Николай Михайлович Карамзин, говоря о личности Петра Первого, говорил так. Народ собрался в дорогу, ждал вождя, и вождь явился. И телега российской истории побежала вперед. Ну, насколько это верно. Я бы сказал, что четвертый подход, он во многом как бы смыкается с подходом Прудона. То есть, если общественная ситуация, общественная экономическая обстановка, как это выгодно говорить, требует вождя, требует каких-то кардинальных перемен, то это обязательно состоится, это обязательно будет. Ну, есть еще и пятый подход, который смыкается со вторым подходом. Но его четче всего выразил Олег Николаевич Толстой в «Одне и мер». Ну, если вы посмотрите, там, я не помню, что скажется, сцена Бородинского сражения. Когда Кутузов практически не участвовал в руководстве этим сражением, он как бы только наблюдал. И когда у него спросили, как вот вы считаете, почему бой развивается таким-то, допустим, образом, а никак иначе, он тоже сказал, что все предрешено наверху, все распоряжения отданы, и сейчас осталось только надеяться на провидение. То есть, как бы, проблема должна решиться сама собой. Лев Николаевич Толстой неоднократно подавлялся критике за эти подходы. Особенно его критиковали участники Бородинского сражения. Особенно тот том, где описывается вот эта вот именно отечественная война 1812 года. И поэтому, как бы, подытоживая первую часть выступления, я хочу сказать, что проблема противоречивая. И в ней, конечно, особенно диетям, подрастающему поколению, очень тяжело разобраться, кажется, разбираться. То есть, как бы, перейдем уже непосредственно к решению этих вопросов. И что говорит наука? Действительно, объективная историческая наука, какие на сегодняшний день сложились подходы. Значит, уважаемые товарищи, у меня не так много времени, поэтому я не буду вас утомлять надеющим имен, фамилий, подходов, концепций научных. В конце концов, мы за этим и собрались. Но, если мы возьмем какой-то подход, которым даже руководствоваться в оценке той или иной личности в истории, то надо руководствоваться некоторыми моментами важными, о которых я сейчас и буду говорить. Ну, начнем с того, что роль личности в истории огромна и неоднозначна. И нет ни одного человека, роль личности, допустим, в истории которого была бы или со знаком плюс, или со знаком минус. Личность способна ускорить решение тех или иных вопросов, а в то же время личность может и затронозить решение тех или иных вопросов. То есть, если мы возьмем российскую историю, то были, конечно, разные правители, были разные эпохи, потому что в нашей стране приход того или иного правителя, императора, князя, великого князя, допустим, государя всей Руси, или, допустим, генсека, центрального генсека КПСС, ВКПБ, она всегда значила изменение эпохи. Это особенность нашей страны. Но дело в том, что мы же не инопланетяне, которые выбиваемся из общего подхода исторического. Примерно так же развивалась история и в других странах. И я хочу что сказать. Конечно же, личность может ускорить процесс. Ну, возьмем, допустим, очень неоднозначную личность Ивана Третьего. Человек, с именем которого связано окончание с собиранием русских земель вокруг Москвы. То есть, его стараниями, фактически, как вы знаете, как я напомню, кто, допустим, может быть, я забыл эти вопросы, окончательно в состав Московского княжества, потом Московского царства, потом Российской империи вошли такие территории огромные, как Новгород, Пермский край, допустим, ряд других, Тверь, например. И процесс, в принципе, при нем был завершен. Но этот человек был хитрый, человек был коварный, я бы так бы сказал. То есть, был дитя своего времени. И поэтому, в чем же конкретно состоит роль личности? Что надо детям понимать в первую очередь? Что необходимо четко понимать, что личность тогда только себя проявляет, когда для ее проявления складываются соответствующие условия. И если личность приходит преждевременно и пытается произвести какую-то революцию, которая в настоящий момент никем не подвергается сомнению, преждевременный подход, когда нет базы для этого, он обязательно обречен на крах. Ну, вспомните, допустим, египетский фараон Эхнатон или Аминхотеп IV. Его знаменитая религиозная реформа, когда впервые он отказался и предложил всем отказаться от многобожия, от язычества и принять единого Бога, Бог Солнца, как говорится. Был создан город, Солнце и так далее. Положительные эти направления, да, положительные. Положительное значение этой реформы под вопросом. Почему? Потому что уже его сын, который пришел ему на смену, эту всю реформу подверг сомнению, растоптал, и на этом все закончилось. То есть, преждолеменно пришел важный человек, открытая и серьезная личность, но тем не менее, ее начинание потерпели абсолютный и полный крах. Здесь еще надо что сказать, что необходимость изменений. И действительно, здесь еще, знаете, очень важный вопрос, какая это личность сама. Потому что пришел Николай I. знаменитая личность, знаменитая. Александр I. Знаменитая личность, знаменитая. Но реформы смогли не провести, какие бы, серьезные, которые требовало досье. Нет, не смогли. Потому что они спасали перед дворянством. Фактически, отмены крепостного права произведена не было. Были какие-то приняты пункты отдельные, которые подтолкнули только решение этих вопросов. А вот Александр II сумел. То есть, действительно, пользуясь своей харизмой, авторитетом, он собрал всех дворян. Руководство страны заявил, если мы не начнем реформы сверху, реформа пройдет снизу, путем революции. И он сумел всех убедить. Практически. И эта харизматическая личность сумела сдвинуть с мертвой точки российскую историю и начать великие реформы Александра II, которые вошли в историю. И дело в том, что именно харизматичность личности в чем заключается? В том, чтобы эта личность сумела убедить всех присутствующих правильности выбранного курса. Можно назвать Владимира Ильича Ленина, наши земляка, харизматичной личностью? Да, можно. Вспомните пример на экстренном седьмом съезде РКПБ. Когда решался вопрос заключать Брест-Кибир или не заключать, все выступили против. Все, как говорится, его сподвижники абсолютно выступили против. Сказали, что мир с Германией заключать не будем, будем объявлять стране революционную войну. И Ленин встал и сказал, что я обращусь к партии, ко всей, что это обязательно надо сделать. И вот именно он, я бы так сказал, своей харизмой, своим авторитетом, своим, я бы сказал, правильным подходом сумел убедить всех членов политбюро, всех членов ЦК в том, что такой мир с Германией похадный, тяжелый, плохой, но необходимо заключить. И Ленин, по большому счету, оказался прав. Уважаемые товарищи. Дальше. Как говорил Плеханов, что каждая личность тогда сумеет себя проявить, если для этого созданы необходимые условия. То есть, талант должен соответствовать нужному эпоху. Правильно эти слова, да, правильно. Наша российская история полностью это подтверждает. И действительно, вторым постулатом, который Плеханов внес как теоретик, разработчик теории личности в истории, но я не буду называть его трудистом, он не сопроводить. Он сказал так, что общественный строй не должен преграждать дороги личности, а должен ей помогать. То есть, человек не должен идти наперекор. Он должен всегда чувствовать настроение эпохи, те глубинные механизмы, которые движут развитием эпохи, и суметь в тяжелый момент убедить своих окружающих, о своей правоте. Ну, примеры были такие, да, были. Ну, вспомните, допустим, пример 1867 год. Ну, правда, он не российский пример, а пример больше, конечно, зарубежный. Это Отто Бисмарк, знаменитый немецкий канцлер. То есть, разгромили русские войска австрийцев в битве при Садове и Кёнис-Горец. И вот она, Вена. То есть, уже с гор окружающих Вену. Вена уже упадох, она у ног победителя. Надо только войти, как говорится, в этот город и полностью, как говорится, почувствовать себя победителем, отдать на три дня на разграбление. И весь генералитет, Вильгельм, первый кайзер, все были настроены на то, чтобы действительно победным маршем пройти по Пратеру, то есть, по главной артерии города Вена. Так Бисмарк встал на колени перед ними, разрыдался, сказал, этого нельзя делать. Мы потеряем, погубим единственного нашего потенциального союзника. И действительно был заключен почетный мир с Австрией. Австрия превратилась в Австро-Венгрию, ближайшего союзника Германии. И она, по сути дела, превратилась, действительно, роль Бисмарка заключалась в том, что он действительно нашел место Германии в мире. И, наконец, нельзя в третьей части моего выступления не затронуть вопрос оценки личности самой. Как ее оценивать ту или иную личность с положительным знаком или с отрицательным знаком? Ну, тут надо иметь в виду вот что, уважаемые товарищи, что есть, конечно, абсолютно негативные личности, которые совершили такие преступления против человечности, которым нет прощения. И вы знаете, если, допустим, брать того же Адольфа Шекель-Рубера, который вошел в историю как Гитлер, в общем-то, потому что встречаюсь очень часто с детьми, со школьниками, со студентами, и почему-то всегда роль Гитлера выходит наружу. Ну, вы посмотрите, что на Украине делается, допустим, что они практически вот эти националисты украинские, они боготворят Гитлера, что там свастика, это разрешенный атрибут, фактически, запрещена красная звезда серп и молот, а свастики, пожалуйста, выходи на улицы со свастики, тебе никто слова не скажет, фактически, как говорится. Проблема серьезная, серьезная, и здесь необходимо детям разъяснять, что есть абсолютно отрицательные личности, реабилитация, учения, деятельности которых невозможно по определению. и вот именно Адольф Шекл-Рубер относится именно к этой категории. Это надо четко, об этом однозначно детям говорить, что это военный преступник, что это человек, который санкционировал массовые убийства и расправы, там и Холокост, и прочее, и прочее, прочее, как говорится, и какой-либо оценка дальней личности, она должна носить исключительно негативный, отрицательный характер. Ну, вы знаете, уважаемые товарищи, соответственно, другие начинают говорить, потому что дискуссии проходят очень большие, в школьной среде, в студенческой среде. Ну, например, как оценивать личность того же Наполеона? Тоже завоеватель, тоже человек, который огнем и мечом прошелся по Европе, который цветущие города превратил в пылающие развалины, ну, взять, допустим, ту же самую, допустим, Москву, как вы оцениваете такую личность? Но, дело в том, уважаемые товарищи, попробуйте во Франции негативно сказать о Наполеоне. Ну, вы знаете, как говорится, человек немедленно будет подвержен самой большой обструкции. Они скажут, кто разработчик современного французского законодательства, Наполеон, кто является великим полководцем, который проиграл в своей жизни только единственные два сражения, это сражение под Лейпцигом и сражение при Матерлова. Наполеон, но до этого выиграл 100 битв, по сути дела, который рванул развитие военного дела вперед, рванул развитие финансов вперед и так далее. То есть, в данной ситуации любая личность должна оцениваться именно на весах. должны быть какие-то весы, по сути дела, любая личность противоречива и на одну сторону необходимо положительные итоги деятельности той или иной личности, на другую сторону отрицательные итоги. И это, я считаю, детям необходимо четко объяснять, что надо любую личность оценивать объективно. Это первый подход. Второй подход. Необходимо смотреть конкретно, в каких исторических условиях действовала данная личность. Ну вот вы знаете, я в один пример перейду. Я приехал как-то в Татарстан, где я завещал докторскую в Казанском университете. И черт меня дернул на одной из конференций в своем выступлении назвать Чингисхана преступником. Слушайте, я, ну, обструкцию я, конечно, не получил, причем в научном мире там достаточно такие лояльные подходы. Но я хочу сказать другое. Каждый из уважаемых профессоров счел своим долго подойти ко мне и сказать, Иван, ты не прав. Чингисхан создал ясу Чингисхана, по сути дела. Чингисхан создал кодекс законов степных народов, по сути дела. Чингисхан объединил племена, которые до этого тысячи лет враждовали, как говорится, велась реками кровь, как говорится. Чингисхан никогда не подвергал нарушению те города, которые признавали его власть. А только и прочее, и прочее, и прочее. Вы знаете, я здесь понял, что да, действительно, каждой личности необходимо подходить осознанно. И вы знаете, я завершаю свое выступление. Я хочу сказать, что в истории России было тоже много таких личностей. И необходимо все-таки не вешать ярлыки. Нельзя вешать ярлыки. Надо людям объяснять действительно, что личность старалась в свете своих подходов, своего понимания, своей подготовленности к выполнению миссии сделать для страны своей, для народа хорошие. Но не всегда это получилось, допустим, если, допустим, Николай II, очень противоречивая личность. Ну, человек все пытался сделать. И экономика развивалась при нем, и политика, в общем-то, строилась правильно, как говорится. Но вот человек, который спасовал в трудную минуту. Если бы был, допустим, другой правитель, допустим, то он бы действительно, ну, смотрите, он находится в Ставке, у него 10 фронтов, 10 командующих фронтов, у него миллионы солдат подчинения, он узнал о февральской революции. И он, фактически, в тяжелых условиях он спасовал. Потому что, имея все возможности для подавления вот этого путча февральской этой революции, вы меня извините, он ничего не подпринял и погубил страну. Фактически. Ну, также, буквально, можно, я не буду долго говорить, оценивать, что это Сталина, Брежнева, Горбачева, особенно, как к нему подходить. Что на Западе это лучший немец и прочее, прочее, что это человек, который является на Западе величайшим авторитетом и так далее. В наших глазах это, конечно, продатель. и так далее. Поэтому, уважаемые товарищи, я хочу что сказать, что проблема сложная, проблема запутанная и необходимо очень осторожно, аккуратно подходить к каждой личности, где финансировано и оценивать ее историческую роль. благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ я, на самом деле, как говорится, нелегко, история, это вообще сложно, особенно, наверное, для преподавания, но нам с этим работать. И здесь как раз собрались люди, которые с этим и работают, и самое главное, знают, как работать, и поэтому я думаю, что сегодня ребятам, которые собрались, студентам, представители варент патриотических клубов, которые слушают сегодняшнюю конференцию. Думаю, будет полезно посмотреть. Уже переходим от науки к практике, я думаю, но она, конечно, совмещена, это я уже так в кавычках сказал, конечно, но к научной практике. И сейчас я предлагаю проходить уже на сцену доценту и кайфнера истории Ульяновского государства и педагогического университета Ильи Николаевич Ульянова, кандидат исторических наук Ильи Ивановна Целовальникова с ее докладом «Патриотическое воспитание молодежи на основе игровых технологий». Она презентует проект «Великая Отечественная война. История не по учебнику». Я прошу обратить внимание, уже презентация на экране. Кликер на сутках. Все. Спасибо. Ребят, во-первых, я обращаюсь прежде всего к нашим слушателям, тем, кто уже работает в школе, или тем, кто будет работать скоро в школе. Я надеюсь, что представленный материал вам будет полезен, и вы сможете использовать его непосредственно на уроках или во внегласной работе в школе. «Великая Отечественная война. История не по учебнику». Проект выполнялся двумя основными организациями. Это некоммерческая общественная молодежная организация «Вектор» и Ульяновский государственный педагогический университет. Приступая к данному проекту, мы решали целый комплекс очень сложных задач. Одновременно нам необходимо было, ну, с одной стороны, компенсировать недостаточное изучение краеведения в школе, а мы все знаем, что изучается оно по остаточному принципу, а во-вторых, как-то совместить изучение истории родного края в один из переломных моментов с воспитательной работой. Причем воспитательная работа должна была носить вот такой вот неформальный характер. Исключая формализм, мы должны были добиться эмоционального отклика у детей с тем, чтобы получить хоть какой-то результат. Иначе в противном случае все было бы впустую. Скажите, как здесь круто. Можно? Я вот правил, стертое это вперед, а не стертое это вперед. В рамках проекта предполагалась разработка учебно-методического пособия трех моделей игровых моделей, презентация и апробация данных игровых моделей на учащихся университетских классах и ГПУ студентов первого курса, а затем реализация данных игровых моделей уже в школах самими студентами пятого курса историко-филологического естественно-географического факультета УГПУ в школах в рамках педагогической практики. В рамках проекта было разработано учебно-методическое пособие в двух частях. Первая часть содержит фактологический материал, вторая собственно является своего рода инструкцией по организации и проведению игровых моделей. то есть не было намерения опять посадить детей или педагогов за изучение литературы, учебной литературы. Данные пособия являются своего рода инструкцией для тех, кто слишком далеко находится от истории и хотел бы, может быть, изучить отдельные вопросы более глубоко, более подробно. Сразу оговорюсь, что в качестве основы для игровых моделей были избраны наиболее популярные и широко распространенные игры, игровые формы. Ну вот в частности исторические ребусы, брейн-ринг, квест. Дети и педагоги хорошо знают данные игровые формы. Выбор был сделан не случайно. То есть наша задача заключалась в том, чтобы максимально упростить процесс понимания правил игры, вникания в правила игры с тем, чтобы не тратить на это время и силы организаторов. То есть правила должны быть понятны и легко реализуемы. Поэтому выбор пал именно на данные игровые формы. Первая игровая модель — исторические ребусы, которые предлагаются в формате хорошо известной телевизионной игры, своя игра. Наверное, все хорошо знакомы с этой игрой. Не буду останавливаться на организационном моменте, предполагать отделение детей на команды, избрание капитана, название команды, девиза. Хотелось бы представить саму платформу. Она заимствована. Естественно, здесь представлены четыре раздела. Ульянск, личности, память и разная. Дети выбирают вопросы и задания разной сложности. Вот, смотрите, получают 100 баллов, 200 баллов, 500, ну, в зависимости от того вопроса, который они выбирают. Сами вопросы. Да, сами вопросы. Вот перед вами пример одного из заданий. категория разные 300. Дети знакомятся с определенной исторической ситуацией, которая реально имела место быть. Задание подается в форме исторического ребуса. То есть, помимо того, что дети узнают определенную информацию от ведущего, они должны разгадать загадку. А она зашифрована. Ну, вот, пример такой загадки. Вы видите три картинки. Из них хорошо видно, да? Первое, что мы видим? Мы видим солнышко, и стрелка показывает на лучик солнца. Над самим солнцем изображены цифры 3, 2, 3. То есть, нам нужно взять из слова луч и расположить в следующей последовательности данные буквы, которые здесь отмечены. Что мы увидим? Чуч, луч, чуч получается. Затем у нас идет медаль и плод. Ситуация та же самая. Дети узнают определенную историческую ситуацию о том, как наш земляк Николай Маркелов участвовал в форсировании реки Свирь в Ленинградской области в 1944 году. И расположение советских войск подвергалось мощному артиллерийскому обстрелу. И наш земляк придумал такую хитрость, когда на плоты были выставлены станковые пулеметы и изобразили переправу русских войск, советских войск через реку. Противник открыл огонь, обнаружил свои установки, которые затем были подавлены советской артиллерией. И вот дети должны узнать и отгадать с помощью Ревуса, каким образом и какую хитрость применили красноармейцы. Они изобразили чучело, то есть установили на плотах чучело. Другое задание... Да, вот собственно ответ. Затем... Ребус другого плана, где не нужно работать с буквами. Здесь по аналогии. При строительстве раздел память 400, что при строительстве было заложено в подножье обелиска в городе Ульяновск, чтобы сохранить память о подвиге советского народа. И здесь дети видят капсулу, книгу города-герои, ну и собственно землю. И по аналогии должны понять, что же было заложено в подножье обелиска. Ну и предполагаем, что это было. Это была капсула с землей городов-героев, участников Великой Отечественной войны. Следующая игровая форма квест по следам войны. Предполагается наличие маршрутной листы. Это реквизит, который может потребоваться при организации данной игры. Причем разработана игровая модель таким образом, чтобы даже в условиях, когда отсутствует необходимый материал, он мог быть легко заменен чем-то. Ну, например, если потребуются гранаты, которых нет, естественно, в детском, например, оздоровительном лагере, его можно заменить шариком, теннисным мячиком, или даже бумагой, свернутой, вот так смятой. Его можно тоже использовать. Затем предполагается наличие 11 станций, по которым идут детские команды, станции самые разные, родина, госпиталь, пионер. Во время прохождения этих станций дети попадают в реальные ситуации, исторические ситуации, и знакомятся с реальными людьми, уроженцами Ульяновской области, принимавшими участие в Великой Отечественной войне. В ряде случаев задания носят, например, опять же, форму ребуса, дети должны узнать маршрут, разгадывая ребусы исторические. Вот здесь пример закодирования станции летчик. Просите, сейчас следующее слово. Еще, следующий можно. Да, и вот пример одной станции, дети попадают на станцию летчик, где знакомятся с раненым Полбином, который рассказывает о том, как он заболел когда-то небом, когда увидел в одной из ульянских газет изображение самолета, как он мечтал о небе, и вот он ранен, дети должны оказать ему помощь, они перевинтовывают ему руку и помогают запомнить карту. Следующий вопрос. Да, то есть он просит, говорит о том, что задача у летчика очень сложная, ему нужно запоминать местность, помогите мне, и дети тренируют память, они должны запомнить иллюстрацию, а затем ответить на вопросы, которые находятся на следующем слайде. Сколько самолетов в небе они должны вспомнить, каких животных вы видели, был ли поблизости населенный пункт, ну и так далее. Ну и летчик дает им карту, которую они должны передать на следующей станции, в прошествии следующей станции. Сразу оговорюсь, вот пример приведен такой громкий, исполненным, для того, чтобы всем было понятно, но при этом станции посвящены не только вот таким выдающимся уроженцам в нашей области, которые все достаточно хорошо известны, при прохождении квеста дети узнают о том, что была такая Маша, Тамара Фролова, пионерка из Сурского района, которая сдала 700 рублей на танк, и затем этот танк воевал во время войны, и танкисты даже писали ей благодарственное письмо, танк шел с именем Тамары Фроловой, и они писали о том, как они ей благодарны, они узнают о Петре Галиченкове, который сражался на Ленинградском фронте, был одним из лучших снайперов и погиб на Ленинградском фронте, они узнают о Маше Мусоровой, это санитарка, которая попала в плен и находясь в лагере оказывала помощь советским военнопленам и погибла в этом лагере, то есть это не только в рамках этой игры они узнают не только о людях, о которых в принципе уже что-то слышали, но и надеюсь узнают о тех, кто пока менее известен. Следующая игровая третья форма Брейн Ринг, я думаю, что правила достаточно хорошо известны, мы их пропустим, пример задания, в годы войны на территории Ульяновской области было эвакуировано 15 промышленных предприятий, в октябре 41-го года часть коллектива московского завода имени Сталина ЗИС вместе с оборудованием была эвакуирована в Ульяновск. Не видно быстрыми темпами, осваивала сборка автомобилей, но значит на нужды армии, но что-то, но при этом первой продукцией были не автомобили. И дети должны, собственно, понять, а что же, что еще для фронта начинал производить автомобильный завод, и здесь они узнают, что это авиационные снаряды. Обратите внимание, задания сформулированы так, что понятно, задачей ведущего не является уличить ребенка в незнании какой-то информации, а напротив, задача в том, чтобы он что-то узнал, даже если не предполагала действительно, практика проведения этих игр показывает, что многие дети впоследствии после окончания игры подходили и говорили о том, что надо, мы постоянно ходим мимо завода, и мы не знаем ничего о нем, или о других объектах, о патронном заводе, например, на котором здесь будет задание. Здесь еще пример одного задания о том, как вражеский самолет оказался в небе над Ульяновском, делал фотосъемку, и на перехват вылетел самолет с летчиком Шутовым, Николаем Шутовым, и задача заключается в том, чтобы объяснить, что до сих пор, какие остатки, какие фрагменты самолета хранятся в Крыльевическом музее. Ну и, в общем-то, дети узнают о том, что до сих пор хранится фрагмент кресла летчика. Вот, собственно, фотографии, опять же. Совершая свое выступление, хотелось бы сказать, что во многом проект удался, это, об этом говорят результаты практики, охват практически все районы Ульяновской области, и даже мы вышли за пределы Ульяновской области. Сами игровые модели разработаны так, чтобы их можно было легко применять, причем человеку, возможно, не имеющему специальной подготовки, достаточно скопировать сами модели на любое переносное устройство, это может быть даже мобильный телефон, иметь некий экран, установку для демонстрации, ну и, может быть, если чувствуете себя недостаточно уверенным, пролистать, посмотреть, прочитать задания, чтобы более свободно вести себя на самой игре. Сами игровые модели выложены в электронной форме, то есть их можно свободно скачать и использовать в своей работе. Они выложены на сайте Ульяновского государственного педагогического университета, на сайте Вектора, поэтому Министерство образования, то есть мы постарались сделать их максимально доступными. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Леонид Романова. Конечно, можно было позадавать вопросы, но я вам так подробно все рассказала, и время закончилось, поэтому я думаю, что мы вопросы сможем потом позадавать. Спасибо огромное за эту технологию, за этот проект. Сейчас пока готовится следующий докладчик. Я просто как бы момент один услышал, но все-таки Петр Иванович Галиченков, он не погиб. Он получил тяжелое ранение и дожил до 1776 года. Дружина имени Петра Ивановича Галиченко в большеваристской школе, где я учился в этом селе. Это соседнее село, в котором мы живем. Да, это немножко поправочку сделайте. Он действительно получил тяжелое ранение, вынужден был уйти в отставку, но, слава Богу, выжил. Итак, продолжаем. И сейчас, о чем я и говорил, сегодня у нас не только будем рассказывать взрослые, как работать с детьми, я думаю, дети, молодежь уже сейчас сама из своего опыта нам подскажет. Может быть, где-то какие-то моменты я приглашаю с докладом об акции в Детской общественной палате Ульяновской области и ее председателя Рифульна Рината Равильевича, который, видимо, может, благодаря этим проектам, то, что он в них участвовал, сам поступил на историко-филологический факультет. Здравствуйте. Спасибо. Я рад всех приветствовать от Детской общественной палаты на сегодняшнем форуме. Спасибо за приглашение. И я сегодня расскажу об акции в Детской общественной палате Ульяновской области. направленных на изучение истории Отечества и нашего родного края. Детская общественная палата Ульяновской области уделяет достаточное внимание изучению историю нашей страны в целом и Ульяновской области в частности, поскольку это способствует гармоничному развитию личности. Главными инструментами вовлечения детей и молодежи в изучение исторического наследия являются следующие проекты Детской общественной палаты Ульяновской области. Я бы хотел попросить помощи. Ага, все. В апреле 2019 года Детская общественная палата совместно с нашими взрослыми коллегами Общественной палатой Ульяновской области запустила проект «Просветительский цикл о самом важном». В рамках проекта мы снимали передачи в формате «Вопрос-ответ», в которых приглашенные эксперты отвечали на вопросы по темам, связанные с историей Отечества. На сегодняшний день снято и опубликовано 8 выпусков передач. Так, мы обсуждали события Курской битвы, первый парад победы и многое другое. Вы это все можете увидеть на наших интернет-платформах YouTube, Instagram, ВКонтакте. Также Детской общественной палатой был разработан масштабный проект «Слабый предков достойный». Вы можете увидеть на экране приуроченный 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войне, реализация которого осуществляется на протяжении всего 2020 года. Целью проекта является содействие сохранения исторической памяти о подвиге советского народа, уроженцев нашей области Великой Отечественной войне, увековечиванию их клада в Великую Победу. Так, в рамках данного проекта были проведены различные акции в сети интернет под хэштегами «Храним память и вместе». Правнуки о героях, «Слабый предков достойный», «В память о великих событиях». Члены Детской общественной палаты записывали и выкладывали видеоролики, в которых читали прозу и стихи, посвященные Великой Отечественной войне, рассказывали о своих предках-героях, держа в руках лакштоки с портретами своих дедов и прадедов. А в течение месяца, перед 9 мая, мы рассказывали о каждом недалекого 1945 года. Охват аудитории составил около 12 тысяч человек. Также ребятами была придумана рубрика «Герои вов 73», где члены ДОП снимали и выкладывали ролики о своих героях в каждом муниципальном образовании. Таким образом, ребята из каждого муниципального образования нашей области рассказывают о подвигах героя, родившегося или жившего на их малой родине. Кроме того, в рамках данного проекта разработана квест-игра в памяти о великих событиях, которая была проведена во всех муниципальных образованиях региона для учащихся восьмых-одиннадцатых классов. Детская общественная палата также уделяет особое внимание и истории региона. Так, в 2019 году ребятами была разработана еще одна квест-игра «Великие люди Симбирска», целью которой является формирование молодого поколения интересов к истории малой родины, чувства патриотизма и нравственной культуры. В период леких каникул 2019 года провели данную квест-игру во всех школьных лагерях Ульяновской области. Участие в квест-игре приняли свыше 20 тысяч детей со всей территории Ульяновской области. А весной 2020 года командой до была запущена рубрика в социальных сетях «История родного края», в которой ребята проводили викторины на знания истории Ульяновской области. Природа, достопримечательности, знаменитые земляки рассказывали. Мы рассказывали интересный фактор о том крае. Мы также продолжаем активно рассказывать об истории своего края. Ребята снимают и выкладывают видеоролики о гербах муниципальных образований Ульяновской области, об их истории и значении. Деятельность Детско-общественной палаты направлена на более интересный рассказ об истории своего родного края. В апреле 2019 года на молодежной смене детской инициативы региону 73 ребятами был разработан проект «Я остаюсь», в рамках которого члены Детской палаты снимали ролики о достопримечательных своего района. Такие ролики направлены на развитие интереса подростков и будущему родного края. Детско-общественная палата продолжает свою деятельность по вовлечению детей и молодежи в изучение исторического наследия и в ближайшее время запустит новые акции и проекта. На последней встрече ребята предложили организовать конкурс эссе о самых замечательных местах моей и малой родины и запустить флешмоб поэта о Симбирске, в рамках которого будут сниматься видеоролики, где члены Детско-общественной палаты будут рассказывать стихотворения поэта-буроженцев Ульяновской земли о Симбирске. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить с большим удовольствием. Спасибо, Ренат Ралевич. В принципе, краткий был доклад. Я думаю, что у него есть возможность, если у вас есть сейчас вопросы, все-таки ребята сами занимаются, какие-то, может, нюансы есть у вас спросить, а правда это неправда. На самом деле, мы верим, что это правда и все было очень волонативно. Спасибо большое. Я бы хотел попросить вас подписаться на наши соцсети. Здесь, к сожалению, мы уже выбрали презентацию, где указаны ссылки. Это Инстаграм, Ютуб и ВКонтакте. Ну, я думаю, что мы эти презентации разместим, как мы договариваемся с выражениями и на сайте общественной палаты тоже это все можно найти. Ну и детская общественная палата в Янской области, она одна в России, в принципе. Можно поисковики... Да, мы первые, мы решаем детские вопросы по взрослому. Других детских общественных палат пока только в Башкортостане, но она немного другими проектами занимается. Спасибо большое. Прошу занять место в зале для того, чтобы мы продолжили. Итак, ну, сейчас немного другой вид вовлечения детей и молодежи, и мы переходим к историко-техническому моделированию как средству патриотического и гражданского воспитания. И именно доклад с таким названием нам сейчас представит Дронов Василий Александрович, исполняющий обязанности директора Ульяновского электромеханического колледжа, руководитель Ульяновского клуба любителей истории стендового моделизма «Батальное искусство». Тему он начнет в первой висменте, но она будет раскрываться еще дальше у нас в рамках конференции. Ага, благодарю, Сергей Николаевич. Так, вверх кнопочку. Вверх. Я приветствую всех коллег, товарищи офицеры. Тема у нас принципиально важная, то есть как на практике воспитывать патриотов нашей Родины, которые готовы и биться за нее с любым противником, и умножать богатство нашей страны. Вправо, да? Влево. Влево. Есть, значит. Стэдвир-моделизм в Советском Союзе был распространен достаточно слабо до 24-го съезда партии. Партийный съезд КПСС 24-го, 24-й съезд март-апрель 71-го года впервые поставил вопрос о детском творчестве как инструменте патриотического воспитания молодежи. И поставлена была задача увеличить номенклатуру выпускаемых игрушек и сборных моделей. До этого периода у нас в массовом порядке выпускалось около 20 наименований стендовых моделей это самолеты. И главным поставщиком стендовых моделей копий была германская демократическая республика фирма Пластикарт. Она специализировалась только на самолетах. Это была мечта любого подростка и многие современные и инженеры и конструкторы заявляли, что их путь в небо начиналось с моделей пластикарты. И у каждого из вас наверняка у взрослых людей есть теплые воспоминания как мы получали заветную коробку или в подарок на праздник либо там удавалось как-то купить в детских мирах в магазинах игрушки это чудо тогдашней индустрии. Вы если приучаете, спросите. Да, пожалуйста, следующий кадр. Есть, не работает. Из стендового моделизма можно выделить два основных направления. Это фигурки и техника. Техника это от кораблей до морских кораблей, до космических. Более того, сейчас вся номенклатура моделей доступна широкому покупателю, поскольку есть огромное количество фирм, выпускающих как в нашей стране, так и за рубежом стендовые модели копии. Огромное количество литературы и сайтов. В конце презентации будут интерактивные ссылки, все участники можете ознакомиться. Пожалуйста, следующий. А вот теперь на практике. Начнем с миниатюры. Самые массовые миниатюры, которые сейчас выпускаются, это фигурки в масштабе 1 к 72. Это примерно 20 миллиметров высотой фигурки. Используются как миниатюры исторические, так и игровые. Из игровых миниатюр самая массовая на сегодня продукция фирмы «Звезда». Это в Подмосковной Лабне есть завод по производству моделей. Кстати, «Звезда». Практический совет всем коллегам по патриотическому воспитанию. Фирма на счет раз откликается на любую инициативу провести конкурс, смотр, выставку и быть спонсором. Это на практике. Сергей Сергеевич Скрыгин поделится. Его идея была поддержана руководством «Звезды». Поэтому из фигурок 72-го 1-72 масштаба можно как моделировать диорамы, воспроизводящие эпизоды боевых действий, так и разыгрывать исторические сражения. В частности, Ренат подтвердит, мы отыграли Курскую битву, а Прокоровское сражение на практике. Это на вооружение всем учителям истории, всем любителям истории, всем реконструкторам отыграть фигурками сражения. Это я вам скажу зрелищ незабываемая. И вопрос о том, почему это не делают в школе, это вопрос к школьным учителям. Ренат, ну все, ты будешь будущий школьный учитель, вот тебе на вооружение. Это гениально, просто и эффектно. Причем можно вовлекать ребят в покраску самих миниатюр. Из-за небольшого масштаба там в общем-то подробности могут быть не видны. Поэтому хороший способ и патриотического воспитания, и тактических игр, и изучение истории, и изучение формы. Вот данная диорама это подвиг сибирского пехотного полка вбитый под красным. Она экспонировалась в Краеведческом музее, делалась к 200-летию войны с Наполеоном, начала войны с Наполеоном. И сейчас это макет диорама в музее конспиративной квартиры партии большевиков. То есть вот вам наглядный пример. Следующий кадр. Вот эта диорама воспроизводящая подвиг 115-го иптапа истребительного процеданкового полка в битве на Курской дуге. То есть вот это второе направление моделизма это историческая реконструкция диорамного искусства. Что значит? Это когда ты фигурками и техникой воспроизводишь конкретный подвиг конкретного человека конкретной воинской части. Вот эта диорама экспонировалась в Каллигическом музее. Сейчас она также переехала в их филиал конспиративную квартиру. Понимаете? Вот для создания этой диорамы вы с ребятами своими учениками можете использовать все виды научного познания. От работы в архивах до художественного творчества. Потому что для создания диорамы читайте небольшая научная работа. Смотришь архивы, смотришь боевые донесения, кладные вещи. Как окрашена техника, как она участвовала, как изнашивается гимнастерка, какая ткань, знаки различия. Во всех подробностях. То есть здесь урок истории не просто в интерактиве. Здесь вы влюбите в историю огромное количество ребят без особых усилий. Более того, материалы, из которых изготавливаются вот эти диорамы, это знаете, как у Ахматова. Если знали вы, с какого сора, растут цветы, неведная стыда. Трава имитация, сантехнический лен. Рельеф это скульптурный пластилин, краски. То есть это копеечный вообще материал. Это вообще практически ничего не стоит. Самое дорогое это вот, я говорю, миниатюры. Ну и только относительно дорого. Потом лечить детей от употребления наркотиков и алкоголя дороже выйдет. Следующий кадр, прошел. А вот это уже современность. Вот это уже, как говорится, высший пилотаж. Это СИЕ, 17-й год, это столкновение иракского патруля. Ну иракская современная армия носит американскую форму, она же полностью финансируется американской. Вот, поэтому здесь эпизод из современной истории. Вот это актуальность, я не знаю, в н-ной степени. Причем насчет достоверности может уручаться. Огромное количество хроники, съемок, как выглядит строение, как выглядит форма, как проходят боевые действия. То есть, это патриотизм на практике. Хотя материалы, еще раз говорю, по затратам, это миниальное. Вот как вы думаете, что в основе лежит? Это гипс. Это гипсовые отливки в пластилиновую форму, одноразовые. То же самое миниатюрно. То есть, опять же, для воспроизведения в кружках технического творчества, для школьных музеев, для клубов реконструкторов и прочих общественных организаций, занимающихся патриотикой, это вообще не затратно никак. Прошу следующий кадр. А вот, как на практике реализуется, это в рамках проекта Сергей Сергеевич Скиргин подробно расскажет, это в 15-й школе. Вот это воспроизведение конкретного подвига героя Советского Союза, старости на Дмитрии Аковлевича, под городом Фастовым, тот, который в составе командиром роты был танковой бригады, вот он ворвался на станцию Фастов и просто перекрыл уход немецких эшелонов. То есть, подвиг состоял в том, что он, считайте, в одиночку лишил тылов немецких там две или три дивизии. Вот, воспроизведен подвиг, и вот эти танки. Я единственным только все это в художественную форму приводил. Сейчас это в школьном музее. То есть, вот вам патриотическое воспитание. Выпускник школы придет и скажет, вот это я делал в школу. И, понятное дело, здесь разговоры о том, что военные игрушки учат милитаризму. Да все это, извините, ерунда. Учат они патриотизму, потому что даже если ребенок, мальчишка, взрослый, собирает модель немецкой техники, он нацистом никак не станет. Он никак не увлечется. Может, он, да, повлекается собиранием техники, как у нашего противника, но никто, ни одного случая нет, когда именно увлечение моделизм воспитало какого-то нациста или, не знаю, террориста, экстремиста. Поэтому здесь вообще этого бояться не надо, потому что периодически в печати такие вот опасения журналистов есть. Ну, далеки вообще от реальности. Прошу следующий. А вот это вообще гражданско-патриотическое. Вот чем ассоциируется Ульяновск? Тунгуска, Шилка, Русланы и Уазики. Уазик просто не вместился в кадр у меня в работе. В покраске. Вот Русланы, модели, вот Тунгуска, опять же модели, вот Шилка. Все. Понимаете? Вот это модели, которые должен иметь каждый школьный музей хороший подарок деловым партнерам сделать. Вот, кстати, вот тот Руслан странный в цветах Роснефти, это мне компания Роснефть заказывала для подарка Сергею Ивановичу. Был несколько лет назад. Поэтому такого Руслана нет. Любители достоверности. То есть, это просто заказ вот такой решила компания Сергея Ивановичу сделать экстравагантный подарок к дню рождения. Я его делал. Вот. Прошу следующий. А вот, собственно, практика, о которой я говорил. Вот ряд интервью, насколько это распространено в Ульяновске, я прикрепил интерактивные ссылки. Поэтому все участники получите презентацию, можете по ним пройти. То есть, это не самый пиар какой-то, не поймите просто. Но данный пример, как серьезно и наши власти, и наши средства массовой информации относятся к данному увлечению. И я могу сказать следующее, что если, например, году в десятом мне с Юлей Константинной, директором Привилического музея, приходилось выдерживать серьезные дебаты, а как вот эти игрушки в музеи встанут, а кому они там будут нужны, а эти танчики, самолетики, а сколько мы с ней спорили. Она говорит, давай кресты на немцах замажем. Не дай бог, какой-нибудь там придет, обидится, у нас любит обижаться на все про все. Оскорбленные чувства какие-то непонятные. Вы знаете, что первую выставку сделать был одиннадцатый год, годовщина памяти, начало войны. Выставили модели боевой техники, она говорит, все посетители вот так вот с телефонами стояли у этого стенды. До сих пор ни одна выставка не обходится и прекрасно. И, кстати, вот говорили про подвиг Шутова. В Крыльевическом музее сделали мы модель самолета его и разведчика, который он сбил. То есть, считайте, стенденды это научная работа. Поскольку, когда я делал этот бой, я нашел в архиве немецкий журнал боевых действий, установил бортовой номер этого разведчика и имена сбитых летчиков. Единственное, двое погибли, двое были взяты в плен, я просто не интересовался, что там с ним в лагерях дальше стало. Понимаете? То есть, это, опять же, хороший повод научных изысканий. Вот так вот привлекать надо, вовлекать наших граждан в изучение истории не агитацией, а конкретной практикой. Ну, а интернет-форма это один из многих. Панцер-35, просто я там модератор и с разрешения администрации я ссылку дал. Вот. Это общение единомышленников. Причем, страницы ВКонтакте это сплошь и рядом. Жесткий самый пиар такой, да? Вот. Поэтому, пожалуйста, вся информация выложена в наших соцсетях, есть клубы единомышленников, детская общественная палата активно нашу увлекается, поэтому готовы делиться опытом, отвечать на вопросы. То есть, это, вот, идеи, можно сказать, дарим. Спасибо, коллеги. Готовы получить вопрос и замечания. Итак, Василий Александрович, спасибо. Тема не закрыта. Еще раз говорю, уже Василий Александрович, Сергей Сергеевич уже ангажировал, что далее продолжение темы моделизма будет. Но пока вопросы, если есть, к докладчику. У нас вам не поступают, кстати, вопросов в чате? Не было? Пока не было. Хотелось бы сказать, что это интересно. Секундочку, вас не слышно, я сейчас микрофон буду приносить, чтобы вы говорили. Секундочку. Василий Александрович, хотелось бы сказать, что это интересно будет не только детям, подрастающим в коллегии, это безумно интересно даже взрослым. Вот мы пока слушали, во всем увлеклись и как-то представили, поэтому я думаю, надо предусмотреть что-то для взрослого, для селения. Вы знаете, спасибо, спасибо. Я больше вам скажу, что взрослые это вообще вовлечены, привлечены, причем в клуб нашим даже ходят девушки. Девушки и женщины, да, матери семейств, значит, заходят там иногда в клуб, магазин, выбирают там мужчины себе, женщины себе, ну, мужики говорят технику, женщины фигурки. То есть, покраска, вот миниатюр, вот, девчонок очень много, ну, потому что техника девочкам не очень, а вот лошадки, красивая форма, солдатики, бравые мужчины, офицеры, вот это интересно. Поэтому, поверьте, среди взрослых это очень приочинно, просто знаете, я призываю всех участников, если кто-то занимается моделизмом, я прошу вас не ограничиваться хобби, хобби должно иметь социальную значимость. Более того, честно, практический смысл, когда коллекция разрастается уже до нескольких сотен экземпляров, вот ее надо где-то хранить. Вот чем по шкафам ты ее распихал, лучше пусть она стоит в музеях, пусть она стоит в музеях, школьных, областных, городских, пусть люди смотрят, устраивайте конкурсы, выставки, один из лучших способов практического изучения истории. Спасибо за рекомендацию и ответ, Василий Александрович. Я думаю, что мы продолжим общение, ну а сейчас снова перемещаемся в столицу нашей Родины, где тему моделирования продолжит, ну, выходить из этих стен, тоже ульяновский уроженец Сергей Сергеевич Скрыгин, ныне специалист дирекции общественного движения волонтеры культуры Ассоциации волонтерских центров город Москва с докладом стендовое моделирование как инструмент изучения военной истории детьми и подростками. Сергей Сергеевич, сначала давайте, может, на вас посмотрим, поприветствовать, если можно, включить Сергея Сергеевича, потом его презентацию. Отрадно видеть множество знакомых лиц, в том числе сотрудников и преддавателей ульянского государственного клинического университета, из-за которого я выпускал в 2015 году, выпущусь еще раз, в феврале до 2021 года, уже ученой степенью магистранта, поэтому всех встречу и тепло обнимаю, скоро феврале, я думаю, увидимся очно, и все то, что у нас с вами не получилось, например, реализовать в очном режиме, в том числе данный форум, да, я думаю, мы с вами уже в обычном информальном режиме сможем встретиться, что-то студить, поговорить, и, быть может, в будущем нужно принять определенные совместные проекты. И особенно горячий привет предыдущему спикеру, моему некогда наставнику Василию Сантовичу Дронову, который также повлиял на то, что мое будущее было в итоге связано с постендовым моделированием. Я думаю, сейчас включить презентацию, если возможно, демонстрация экрана, отлично, спасибо. Мой сегмент выступления называется «Стендово моделирования как инструмент на изучение военной истории с не подростками». Про патриотическое воспитание мы с вами уже поговорили, спасибо большое Василию Сантовичу Дронову, да, и очень отрады видеть, что сегодня среди участников также у нас еще и студенты, и я думаю, им будет интересно также еще немножко подробнее окунуться в историю, что же такое стендово моделирования, с чем его идет. Но сегодня, веке 21-м, можно скоро сблить моделирование на два основных фигмента. Первый фигмент – это техническое творчество, которое делает из подручных вещей, материалов, древесины, металл, пластик, смола и так далее. И есть моделирование стендов, то есть уже из готовых наборов деталей, которые необходимо просто склеить, качественно обработать, собрать воедино и привести к виду реалистичного. Так вот, моделирование в целом, как хобби, как увлечение, как направление, можно сказать, прикладного искусства, зарождается в первую древнюю в Египте. Археологами при, например, в открытии захоронений в пирамидах фараонов находили неоднократно модели кораблей, выполненных из глины. Это было атрибутом и ритуальным, и предметом для украшения интерьеров тех же самых фараонов. Уже в средние века моделирование, когда развивается система судостроения, в том числе и парусные суда, на практике применяются так называемые подстроечные модели кораблей, выполняемые из дерева и ткани. И уже на основе подстроечных макетов подстроечных моделей кораблей выезжают в полноценные корабли, которые прорезят простору мирового океана. Ну и в веке XIX, когда начинается индустриальный переворот, когда начинается производство поездов, появляются первые автомобили, паровые двигатели. Также начинаются изготовления из подручных материалов, в том числе уменьшенные модели для, например, украшения интерьеров, сувениров, подарков и прочее. Сам расцвет стендового моделирования, именно стендового моделирования приходится на век 20-й. Особое влияние на развитие двухобьев оказывает Вторая мировая война. Таким образом это происходит именно в Великобритании, когда происходит в 40-м году битва за Британию, модели самолетов применяются в обучении не только пилотов королевских воздушных сил, но и гражданского населения, принимавшего участие в воздушной обороне того же самого Лондона, например. Для чего это делается? Таким образом модели самолетов демонстрируются, показываются и рассказываются о внешнем облике самолетов для того, чтобы элементарно сократить, как называется, например, в теоретических компьютерных играх, как называемый friendly fire, когда свой сбивает своего, элементарное из-за незнания того, как выглядит транспортное средство воздушной авиации, либо своя, либо вражеская. И для этого как раз таки модели самолетов применялись для повышения узнаваемости самолетов Вермуса, Люфуафа и самолетов английских вооруженных сил. Ну и, соответственно, Джеймс Стивенс, он же основатель компании Skybird, это первое предприятие, которое начинает выпуск сборных моделей, позднее получившее распространение под брендом Proc. Ну это первая пластиковая модель, как уже Василий Александрович рассказывал, позднее будут такие бренды, как PlastiCard, ведеровские модели, гражданская авиация в том числе, да, и на мировой рынок выходит такой бренд, как Tamiya, японская компания, которая по сей день занимается выпуском моделей всех направлений, всех масштабов, и сегодня их можно легко приобрести и собрать. Ну и в России, соответственно, тот же самый Огонек, Лобнинская фабрика пластиковых игрушек, позднее ставшая крупнейшей в постсоветском пространстве компанией по производству выпуска уменьшенных моделей копий, это, конечно же, компания «Звезда». Я прошу следующий слайд, пожалуйста. Ну и, соответственно, модели выпускаются в различных масштабах и направлениях, конечно же, одно из самых популярных на фоне увлечения и детьми, и взрослыми, и компьютерными танковыми симуляторами, да, известными. Конечно же, бронетанковая техника в различных масштабах, от масштаба 1 к 100 до масштаба 1 к 6. То есть 1 к 6, это, соответственно, достаточно дорогостоящая и большая по размерам получается модель. Второе, ну, открытие популярности, а просто по перечитению, конечно же, авиация, масштабов на самом деле еще больше, здесь представлены только самые популярные. 1 к 144-м это популярный масштаб для гражданской авиации, 72-й это и гражданская авиация, и поршневая реактивная авиация. Следующее направление, следующее направление это автомоделирование, конечно же, флот, железнодорожное моделирование одной из старейших в мире. Ну и, конечно же, сейчас, в последнее время набирает обороты, конечно же, моделирование космических аппаратов, сейчас даже есть модель легендарного корабля из киносаги под названием «Звездные войны» в том числе. Ну и, конечно же, миниатюра, которая располагает полным обилием масштабов, потому что миниатюру можно не только приобрести и расписать, но и можно ее слепить своими руками, например, эпоксидной смолой в собственность. Попрошу следующий слайд, пожалуйста. Ну и, конечно же, для меня, по крайней мере, по своему опыту, если говорить, изначально о центре моделирования это хобби, которым я увлекся в столь юном возрасте, порядка мне шести-семи лет было, и собрал свою первую модель самолета и с этого момента помесло. Сегодня, на сегодняшний день, я разработал несколько проектов, которые сегодня можно легко адаптировать, без его даже вмешательства, пожалуйста, я буду только рад, если те или иные практики окажутся полезными для применения, например, с сегодняшними студентами, будущими учителями историко-фатологических пациентов и георгинических университетов. Ну и, соответственно, стендовый моделизм, это, как уже было сказано, это еще и научно-исследовательская работа, которая проводится с целью изготовления не просто какой-то подделки, которую можно просто на пол поддать, не стоит, она в среде и пылиться, но с помощью моделирования можно в достоверной точности до последней царапины в мельчайших деталях восстановить полноценный настоящий прототип той или иной единицы боевой техники, которая принадлежала бы тому или иному герою, например, Советского Союза, той или иной известной исторической личности и можно даже реконструировать целое событие, например, бой, подвиг, ну или просто замерзшую мгновение, например, передышки между боями. Ну и, соответственно, основными действиями, которыми можно развлекать, может, следующий слайд, пожалуйста, это были демонстрации основных практик, которые применяют, это репетитровство, наставничество, программа, ну и, конечно же, все, вершина, так сказать, развития, это, конечно же, крупный андон-литм. На практике в 2017 году совместно с Адли Александром Дроновым мы разработали проект, цель которого была прийти в образовательные организации с целью заинтересовать учащихся таким образом, как тендовое моделирование. В чем заключался проект? Мы брали определенное количество образовательных организаций, на базе которых существуют так называемые школьные музеи, которые чаще всего открывались практически одновременно с моментом открытия образовательной организации и фактически данными музеями занимаются либо педагоги или энтузиасты, а некоторые школы и таковые даже. На самом деле можно сегодня не встретить. Ну и по факту при всем уважении к той экспозиции, что создается в школьном музее, создается она, как правило, профессионалами, либо педагогами, историками в том числе, да, и в отличие от существующих сегодня федеральных, областных, муниципальных музеев, постоянная экспозиция зачастую не обновляется десятилетиями. И из поколения в поколение школьный музей просто получать для себя ярлык такого пространства, в котором скучно и ничего нельзя. И современную молодежь, тем более, которая увлечена в большей степени социальными сетями, гаджетами и прочим, увлечь достаточно сложно. И концепция проекта заключалась в том, что мы сами приходим в школу, привозим для участников проекта сборные модели, привозим инструмент и показываем, что это такое, с чем это едят и делаем первые шаги в завлечении. Вот только за 2017 год совместно с Василием Александровичем Дроновым, который был также наставником проекта, мы смогли охватить пять обязательных организаций Ульяновска, в том числе школы, которая уже была в памятном 15-минейте Ак-Вича Старостына, имени Героя Советского Союза, которая была в Путочечной с учащимися этой школы и сегодня она является собой часть школьной экспозиции, в которой дети спокойно на переменах вне учебной работе подойти, посмотреть и изучить, как выглядела история того подвига, который совершил Дмитрий Якович Старост. Ну и, конечно же, можно следующий слайд, немножечко листать, там можно видеть фотоматериалы от самих занятий, то есть это происходит не таким образом, что мы пришли, там вкусно рассказали, вот, ребята, есть такая история, да, попросите, что вам купили, нет. Во-первых, на реализацию проекта был выигран грант в рамках кружного форума Иволга, который ежегодно проходит на сельковских хайдерах под Самарой, грант составил сумму в размере 300 тысяч рублей, ну и, конечно же, компания «Звезда», крупнейший представитель, можно остановить, пока, да, спасибо, крупнейший производитель сборных моделей любезно предоставил материальную помощь в виде сборных моделей инструмента и краски для того, чтобы дети могли самостоятельно, не прибегая к помощи родителей, школьного бюджета, могли приобщиться к этому увлекательному хорбе. Ну и здесь мы можем на вот этой фотографии увидеть весь результат именно научно-исследовательской работы, именно научно-исследовательской составляющей стендового моделирования. Почему? Потому что вот данная работа, например, выполнена под моим наставничеством учащимся второго класса одной из московских школ в рамках уже другого проекта. Здесь идет реконструкция контратаки 5-й городецкой танковой армии командованием Михаила Алексеевича Ротмонстрова, танковый генерал советского легендарного, позднее получившего высшее звание Героя Советского Союза. И здесь в учащей деталях установлена атака легендарных советских танков Т-34 на немецкие траншеи, укрепленные противотанковыми орудиями и еще имеющие под своим крылом легендарные немецкие средние тяжелые танки. Следующий слайд, пожалуйста, спасибо. Ну и жизнь тоже не стояла на месте в свое время. После завершения проекта со школами, потому что даже одновременно в реализации проекта школы, я, к сожалению, был вынужден переехать в столицу по приглашению в Центральную модель Великой Отечественной Лимы в Проклонной горе, в котором в 2018 году мы раздавали уже несколько крупную составляющую формы привлечения учащихся к стендовому моделированию в том числе и историко-исследовательской составляющей. Это проект Центра стендового моделирования на базе Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это крупнейший в стране музей, который раскрывает тему истории Великой Отечественной войны. И где, как не на Поклонной горе, так он будет появиться. В чем была составляющая этого проекта? Во-первых, это было несколько музейно-образовательных экскурсионных программ единоразовых, в рамках которых учащиеся не только посещали экскурсию по диорамному комплексу музея, по постоянной экспозиции, но и такие программы были тематические, например, посвященные историей создания легендарного танка Т-34. В рамках данной музейно-образовательной программы, опять-таки, совместно с компанией «Звезда» и одним из крупнейших интернет-магазинов сборных моделей «Arma Models», мы организовали посещение для более чем полутора тысяч учащихся школ Москвы в рамках этой программы, где, помимо 40-минутной обзорной экскурсии, программа завершается мастер-классом, в рамках которого за порядка 30-40 минут каждый участник музейно-образовательной программы своими руками собирает модель легендарного танка Т-34 и собирает ее с тобой домой на память. Ну и помимо экскурсионно-образовательной программы также в рамках реализации проекта Центра Стендового Моделирования существовала площадка выходного дня, в рамках которой и взрослые, и дети, и девочки, и мальчики могли прийти в этот Центр Стендового Моделирования и под моим руководством и под руководством моих коллег могли собрать уменьшенную модель уже полноценную танка Т-34 например, корабля, самолета и много другого. Можно пролистить флаг, видеть фото-материалы взятые с занятий. Вот, например, девочки даже в том числе тоже увлекаются и более того, я вам скажу по своему опыту, девочки делают сборные модели аккуратнее многих юношей. Не знаю, с чем это связано, но по факту на практике пришлось именно так. Ну и, конечно, здесь можно видеть фотографию, как молодые люди нас собирали в рамках клуба выходного дня 10 моделей легендарной парижской коммуны, он же линейный корабль «Севастопный», принимавший участие в обороне отнименного города в дни Великой Отечественной Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, такие клубы стендового моделирования, я думаю, могут и должны на самом деле появляться в каждом регионе Российской Федерации. Сделать это достаточно просто. Главное, иметь в круг себя людей, во-первых, увлеченных этим хобби, во-вторых, энтузиастов, готовых браться за эту идею, искать самостоятельное финансирование, потому что, несмотря на то, что это именно патриотическое воспитание, изучение истории учреждений культуры и образовательной организации, необходимо самостоятельно брать имитативу в свои руки. Сейчас, слава богу, есть множество источников получения финансирования, грантов, субсидий, в том числе Росмолодежь, в том числе фонд председательных грантов, который позволяет вам свою идею, аналогичную, созданную, например, на базе данных моделей, реализовать и воплотить жизнь. Ну и в завершении своего рассказа хотел бы также пользоваться случаем пригласить всех, принять участие в онлайн-марафоне моих коллег от Ассоциации волонтерских центров, который, кстати, начнет уже 4 декабря этого года, на котором будут объявлены результаты ежегодного конкурса «Добровольцы России», в котором также вы можете принять участие и получить финансирование и реализации своей любой волонтерской идеи, в том числе направленной на приобщение детей, юношества, молодежи, взрослых к истории родного края, истории страны и сделать мир чуточку лучше. Ссылочку я отправлю в чат. Всем спасибо за внимание, надеюсь, регламент снова был выведен. Готов встретиться на ваши вопросы. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ну, в принципе, здесь аплодисменты звучат, я думаю, что это есть, на каждой из сети звучат, те, кто онлайн слушает. Вопросы есть? к докладчику или подробно все. Я думаю, что, в принципе, можно посмотреть по ссылкам, я думаю, там работа, все остальное. Спасибо, Сергей Сергеевич, ждем в феврале доделать то, что не получилось сделать онлайн, сделаем оффлайн, обязательно продемонстрируем и проведем все необходимые встречи. До встречи. Спасибо. Итак, ну, а сейчас переходим к тем, кто вот это моделирование делает вживую, то есть реконструкции, военно-исторические реконструкции, которые прямо в реальном времени разыгрываются. Мы переходим сейчас, да, время у нас, конечно, поджимает, но я думаю, чуть-чуть мы подзадержимся, потому что тема тоже важная, и мы переходим к военно-патриотическому воспитанию молодежи, используем навыков и методов клубов военно-исторической реконструкции. Я сейчас, ну, они, наверное, вместе будут, но сначала я предоставлю слово руководителю военно-исторического клуба «Волжский рубеж» Ульяновск Альберту Азатовичу Исхакову под ваши аплодисменты приглашаю вас сюда. Ну, и у него со докладчиков либо с отдельным докладом, просто со своим опытом, да, своем направлении тогда пока не буду. То есть дальше продолжим. Как объявляйте. Так, микрофон, как вверх. уважаемые друзья. Ну, о реконструкции много говорится и знают, что это такое. Корнями уходит далеко в советское время, еще где-то первую реконструкцию начали с 78-80-х годов. Ульяновский реконструкторский клуб участвует во многих мероприятиях, которые проходят на территории России. В нашем городе проходит военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», посвященный памяти героям Советского Союза Александра Матросова. Фестиваль проходит в детском доме имени героя, которым воспитывался Александр Матросов. Последние пять лет фестиваль получил статус российского и проходит под флагом Ульяновского отделения Российского Великой Отечественного Общества. На этот фестиваль съезжаются на реконструкцию со многих регионов России, проходят на высоком уровне с привлечением техники Великой Отечественной войны, как с немецкой, так с советской стороны, артиллерии, вооружения. Но главное направление в нашем фестивале это то, что мы делаем ставку на участие в этих фестивалях детей, подростков, школьников, воспитанников, интернатов и детских домов. Война патриотического специального подрастающего поколения это основное направление в наших военно-сторических клубах. Участие клубов не только привлекает, участники клуба привлекают не только реконструкцию детишек, но также проводят с ними военно-пылевые выходы, ориентировку на местности, обучаются стрельбе и пневматической винтовке. Проводим тактические занятия зорница. С детьми проводят уроки мужа встреч с ветеранами. Школьники несут почетный караул вот недавно было в изложении венков к вечному огню во время 22 июня посвященной началу Великой Отечественной войны. Участники всех реконструкций детишек, которые участвуют в нас, они практически знают историю подвига того, которого они будут воспроизводить. Они знают, как он был совершен, кем, когда. Происходило не только воспроизведение подвига Александра Матросова, но были подвиги защитников Брестской крепости, защитников Ленинграда, Москвы, подвиги артиллерийства. В основном наша задача в привлечении ребятичек в обучении истории и в нашей реконструкторской клубе, когда возраст... Ну, с возрастом уже, потому что 13-14 лет они только занимают такие эпизодические роли, такие, как артиллеристы, либо они идут в последнюю атаку с флагом, уничтожая всех немцев и прочих врагов нашей Родины. Ну, и бывает, что главную роль играет недавно у нас позапрошлом году фестиваль, посвященный пионерам героям, которые были шесть героев, которые именно эту роль исполняли ребятишки нашего города, все интернаты. Ну, военно-патриотические клубы совместно с поисковыми отрядами помогают обустраивать школьные музеи, куда мы привозим артефакты с полей войны, там, портреты, личные вещи. Ну, в основном затягивают этих ребятишек, чтобы, ну, хотя бы отвлечь от улицы, отвлечь от всевозможного мероприятия, не нужны для ребятишек дел. Ну, от нашей деятельности, клубов военно-сторической реконструкции и клубов поисковых, можно посмотреть отчет «Дорогами победы» за несколько лет, это если набрать в сети, в Ютубе, «Дорогами победы». Это 15-серийный проект, который показывает нашу работу буквально за несколько лет, и все мероприятия, которые мы проводили в Кузоватое, в Мордовском Белом Ключе, на площадках школ и кинотеатра «Руслан». Вот в этом году у нас не получилось из-за этой мероприятии хотели расширить географию нашей области, но ничего не получается. Надеемся на то, что у нас получится шестой фестиваль, который мы проведем в феврале 2021 года в детском доме Матросова. Ну, у меня практически все. Вот там сейчас включили как раз это со системы канала, да? Сейчас будет, да, это ролик «Танковый дуэль», который сняли компанию «Репортер-73» при участии реконструкторов и детей воспитанников детского дома. Вот, вы видите, руководитель детского дома, заместитель изображения красных командиров. Для этого был построен макет танка Т-3, поневерный, практически по чертежам, но только ходовая часть у меня там резиновые колеса, ну, минометы все идентичные, пятидесятки немецкие, и третичетверка такая, ну, для детского дома. Вот эти мотоциклы были приобретены руководителем детского дома. Ну, что вот этот, это даже не ролик, это фильм, который... Ну, 12-минутный фильм о том, как артиллеристы и экипаж танка 34 вот остановили вражескую колонну на подступу к Сталинграду. Это начало обороны Сталинграда. То есть все делали вместе с детьми, сготавливали макеты танков. Макет танков был построен, да, специально построил вообще школьный учитель колонки. Да. Вот этот троечка. Да, вооружен двумя прилетами, пушка стреляющая у него петардами. Вот этот мотоцикл, который приобрели недавно для детского дома. Ну, танк поехал. Ну, то есть мы это, в принципе, можем увидеть как раз, если наберем дорогами. Дорогами поедем, да, съемки внутри танка, съемки внутри Т-34, там вот сейчас должны артиллеристы встать на пути. Ну, да, я думаю, сейчас у нас времени не будет для просмотра. Я думаю, что и те, кто сегодня заинтересовался роликом, мы сейчас мотнем чуть-чуть, да, но целиком не будем спойлерить, до конца не прокручивайте, чтобы итог фильма не раскрыть. Кстати, участвовали в переводе, это речь немецких танкистов, она не, вот, бессвязная это нормальный перевод, который делали здесь эти студенты педалинирситета, они делали, как бы, написали текст, перевели на немецкий язык, и все было, так вот, артиллеристов разграбили, и засады тридцать, 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 бьет по южной, ну, не открывайте сюжет фильма, поэтому, я думаю, будет возможность его посмотреть, поэтому, и можно еще, вот сейчас, прежде чем завершим, вопрос, все-таки, насколько, вот, у многих реконструкторы, это все-таки взрослые мужики, как вы и сами говорили, подрастут, будут, занимаются, которые в свое время, и вкладывают, и средства, и время, все-таки, а вы, ульяновские реконструкторы, насколько я понимаю, у вас немножко другие, то есть, это не сами для себя, а вы с детьми работаете, такого, по-моему, маловато где-то. Ну, я вам скажу об этом, может, не секрет, но в сетях реконструкторов ульянских ругаются, ну, как, то, что мы не делаем, как, реконструкцию, как таковую, где взрослые люди участвуют, что именно война, военно-вооружение, взрывы, стрельба, что мы привлекаем детей к этому, видят, они сидят в этих окопах, вот в прошлом году, в воды по колено, там зима-то была такая, они сидят в воде, они бегут в атаку, по снегу, по поясу, их ничем нельзя остановить, практически, уж бой закончился, они все пытаются добить немцев этих в окопах, они знают, что они делают, они стреляют из медометов, петаргами, конечно, оружие, оружие холощенное, конечно, мы не выдаем, потому что, да, мы соблюдаем технику безопасности, как бы нас ни ругали, да, основная задача техники безопасности, взрывы направлены, и только тогда, когда все это пройдет, только тогда ребятишки, которые должны пройти по полю, они проходят по полю. Спасибо, ну, то есть, тот стереотип, что военная реконструкция, это взрослые игры, наверное, его нужно сломать, потому что, действительно, это интересно, это детей нужно увлекать, конечно, соблюдаю все меры безопасности. нас понимают, это, конечно, вот все вот наши полоски-регионы, буквально там, немножко там, это, Воронеж, там, Рекиров, Пенза, они приезжают, да, они знают, что у нас будет так, и они тоже, плевают нас, да, что это именно для детей, это для подрастающих поколений, практически все. Спасибо большое, Альберт Азатович, поаплодируем, ну, и, если вопросы какие-то останутся, я думаю, что мы сможем их сейчас прочитать, и затем, если они появятся у тех, кто нас слушает в эфире, я приглашаю Лукьяна Владимира Анатольевича, руководителя клуба боевые и искусства кавалерии, Ульянское отделение, при Ульянском отделении Союза казаков и воинов России и зарубежья, об их опыте, также военной реконструкции. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Ну, как мой предыдущий докладчик, Альберт Азатович, нам только что рассказал об организации и проведении военно-историческими реконструкторами, военной исторической реконструкции с учащенными детей и много других мероприятий с детьми. Вот. Поддерживаю его, целиком и полностью. Хочется отметить, что это, несомненно, очень нужные и бесспорно полезные мероприятия, дают огромный патриотический заряд, показывают правдивую историческую действительность и наглядно демонстрируют героизм воинов разных эпох, в том числе Красной Армии. Все это вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, как нам кажется. Но, в свою очередь, справедливости ради, хочется отметить, что военная реконструкция историческая дает узкие исторические знания, ограниченные тем или иным демонстрируемым эпизодом военной операции, либо отдельным каким-то взятым подвигом. На наш взгляд, необходимо расширять военные исторические мероприятия, и поэтому мы немножко пошли дальше и вводим ряд новых военно-исторических мероприятий, интерактивных и игровых планов. Именно по этому принципу в Клубе боевые искусства кавалерии, естественно, при поддержке других военно-исторических клубов, а также регионального Ульяновского отдела военно-исторического общества, в этом году, в 2020-м, мы ввели проект Клуба выходного дня. Сейчас попрошу вас учить видео, краткий сюжет, который, в принципе, наглядно вам покажет, как это все проходит. Сменить душную атмосферу города на природный... Так, это чуть-чуть системный сбой. Сейчас продолжим. Сменить душную атмосферу города на природные просторы, почувствовать себя настоящим кавалеристом, научиться рубить шашкой и пострелять из пневматической винтовки, и попробовать казачью кухню. За один выходной день вы узнаете, как устроена конюшня, получите уроки верховой езды, посмотрите показательные выступления кавалеристов, узнаете, как развивалось кавалерийское искусство, из чего состояло снаряжение всадников, и как развивалось их вооружение. Опытные инструкторы расскажут о устройстве холодного и однестрельного оружия, научат стрелять без промаха и расскажут удивительные военные истории. Все это за три часа в клубе выходного дня в поселке Липки, города Новоульяновск. Только здесь можно поучаствовать в конкурсе названия Бильгель Мотеля и, конечно, сделать фотографии на память с оружием в руках. А завершить поход в полевой столовой, где повар предложит вам на выбор отведать блюда казачьей кухни, приготовленные на костре. Клуб выходного дня Записывайтесь заранее. Ну, как вы видите, дети, когда приезжают к нам на мероприятия, они не только видят и вникают в те истории, которые у нас каждый инструктор рассказывает исторические какие-то факты, потоки героев и тому подобное, они могут сами испытать, то есть, допустим, даже посмотрев показательное выступление, то есть со стороны смотрится легко, но потом, когда он садится вверху на коня, он уже представляет, насколько сложно выполнять такие на вид простые трюки. К сожалению, в этом 2020 году, по всем известным событиям этой пандемии, у нас сорвалось введение очень много, в принципе, планируемых проектов, среди которых, как бы, по очереди нас запуска, мы планируем перейти на следующий год, это костюмерное историческое шоу «Крестница истории», где от времен Средневековья до времен Великой Отечественной войны, у нас мы за три часа, в двух действиях, покажем детям становление Россией, поэтапно и интересное, это будет и познавательно в то же время. Сейчас прошу, как бы, вот есть у нас еще на очереди запуска интерактивный военный патриотический квест, вот как у нас Ирина Ивановна рассказывала, он чем-то похожим, но мы, как практики, мы это проводим практически, и, допустим, мы будем, вот, как говорится там, гранаты, не знаю, у нас будут здесь реально гранаты, которые они будут кидать, они будут взрываться, ну и, естественно, все это безопасно, также будут стрелять из миномета, он не просто будет вылетать, и он будет видеть, что он там взрывается. Это будет все практически, все познавательно, и также, также практические задания, практические вопросы, практические ответы. Даже в планете на полевой гухне, прежде чем получить пайку обеда, они ответят на контрольный вопрос по всем темамuffed. которые они здесь проходили в этом квесте. То есть больше практические занятия, которые как раз и сподвигнут. Также где-то в конце лета, в августе, планируем конный кавалейский поход с участием детей, на которых мы на лошадях, кто верхом, кто к жум способом, в течение трех дней проедут на конях в районе 100 километров, а также узнают, как в полевых условиях ухаживать за конями, как вообще выживают, как жили под открытым небом и тому подобное. То есть вот такого плата. Проводя подобные мероприятия, мы с уверенностью можем заявить, что проведение таких и подобных исторических мероприятий детей именно в интерактивном грамм формате и очень эффективные и перспективные. Поскольку сам я уже как бы человек, как бы уже вышел из юношеского возраста, но, допустим, вспоминая пионерские лагеря, вспоминая вот эти вот как бы зорницы, нам до сих пор какие-то исторические факты остались еще с тех времен. И поэтому, на наш взгляд, именно подача информации такой ненавязчивой, гостеприимной, доброжелюбной, то есть более выспособствует их изучению истории. Это наша есть основная задача. Также хотелось бы обратиться как бы к нам слушать, молодым слушателям, детям, юношам. То есть не стесняйтесь вступать в военно-исторические клубы, потому что у нас все здесь дяденьки вроде как бы старые, взрослые и туда-сюда. Но мы нуждаемся в молодежи, нам нужно продвигать наше дело, и мы в вас нуждаемся обязательно. Приходите к нам, научим вас на лошадях ездить, научим кашу варить полевую. Так что голодные не останетесь, и, думаю, будет вам очень интересно. Спасибо большое, Лариса Анатольевич. Я думаю, что здесь уже коллаборации такие назревают. Проект с проектом соединяется для того, чтобы получить его развитие. И я думаю, что отменяться можно, но, естественно, аплодисменты. Ну, а сейчас, ну, как в истории, мы сегодня очень много современной истории касаемся, которая близко, но все-таки есть моменты, и в изучении истории она занимает тоже большое место, и в учебниках истории, и в средневековье. Поэтому с докладом «Предание старинной глубокой изучения истории средневековья с использованием науков и методов клубов военно-исторической реконструкции» уже вышел пешне Антон Александрович, руководитель военно-исторического клуба, дружина «Витязь». Здраво, будьте, други да соратники. Так, наверное, в старинные времена приветствовали друг друга, те, кто занимается одним общим делом. Поэтому я вас всех сердечно приветствую. Меня зовут Пешне Антон Александрович. Я преподаватель технологии, отдельной дисциплины, искусств и мхк и технологии Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища, а также я руководитель военно-исторического клуба «Дружины Витязь», который сейчас базируется в Центре детского творчества номер 4 города Ульяновска. Но на самом деле история – это очень важная вещь. Почему? Любой народ подобен дереву. Если дети – это наши плоды, то наши предки – это наши корни. А дерево без могучих корней, оно не устоит. Чем сильнее будут корни, чем мощнее они будут питать нас энергией истории, тем большее будущее будет, наверное, одно всей нашей страны. Мой военно-исторический клуб «Дружина Витязь» существует с 1997 года. До этого я сам занимался в другом военно-историческом клубе. Но вот так сложилось, все растет, все течет, все меняется. Поэтому уже и мои ученики имеют свои военно-исторические клубы и занимаются военной историей, но уже в рамках других организаций. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, так вот обозначено мое выступление «Предание старинной глубокой». Да, действительно, история – это та вещь, которая детям интересна. Почему? Потому что детям нужна сказка. Я сам, в общем-то, начал заниматься, потому что правильные сказки в детстве смотрел. Настолько мне было интересно смотреть богатырские сказки того же режиссера Роу, в общем-то, другие фильмы исторические. Что мне захотелось все это попробовать. Почему? Вот у нас очень хорошее здесь сочетание теории и практики. То есть вы предыдущие выступающие и много о теории говорили, и о практике. Я обычно своим воспитанникам говорю, что теория без практики мертва. Но так ведь и практика без теории слепа. И будет ходить и тыкаться. Вот именно это сочетание теории и практики мы стараемся претворить жизнь в том числе и в нашем клубе. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, первый вопрос. Для чего мы этим занимаемся? Следующий слайд. Это патриотическое воспитание в рамках общеобразовательных программ, программ дополнительного образования детей. Первый пункт, наверное, который объясняет, почему мы этим занимаемся. Следующий слайд, пожалуйста. Но также это физическое воспитание подрастающего поколения через использование здоровоизберегающих технологий. Ведь не секрет, что здоровым теле здоровый дух, как говорится. Правда, некоторые шутят, что на самом деле одно из двух, но это неправда, поверьте мне. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно, нам это очень интересно. Это практика. Сколько раз не скажи слово «халва» во рту слаще не станет, пока ты ее туда не положишь. Вот как ее туда положить, мы хотим. Так вот, начнем с того. Много очень обсуждается, что такое патриотизм. К сожалению, в последнее время с традицией интернета заполонены всевозможными цитатами различных, великих и других людей. Даже Льва Николаевича Толстого, которого сегодня уже упоминали, у него тоже есть очень неприятное определение по слову «патриотизм», к сожалению. Но последний прибежущий негодяя, психопатическая форма идиотизма, даже вот властитель умов, когда-то Борис Гребенщиков, поэт-песенник, как его в советское время называли бы, говорит, что патриотизм, значит, просто убей иноверца. Мне же лично глубоко более приемлемо то, что сказал вообще наш небесный покровитель Александр Васильевич Суворов, то, что кто любит свое отечество, тот подает лучший пример всему человечеству. Так он сказал. То есть я считаю, что патриотизм – это не ненависть к другим народам, а любовь, прежде всего, к своему народу. Ну, о том, что важно изучать историю в полном масштабе и практически я уже упоминал. Следующий слайд, пожалуйста. Какие у нас направления деятельности? Ну, то есть мы изучаем приемы древнего рукопашного боя с оружием или без, как это происходило. Потому что для ребенка, понимаете, это очень интересно, когда ты берешь в руки какое-то оружие, тебе интересно, как оно работает, то есть какова биомеханика, в общем-то, каковы какие-то технические приемы, ну и, соответственно, какой бывает результат. Мы идем по двум направлениям здесь. Дело в том, что более взрослые ребята, которые же физически более подготовлены, они одевают комплекты доспеха и вооружения, которые во многом, практически по всем параметрам идентичны историческим образцам и в полный контакт начинают сражаться между собой. У нас проводятся соревнования, мы участвуем в таких соревнованиях по историческому фехтованию. Единственное, что отличия, наши мечи не заточены. Во-первых, уголовный кодекс надо чтить, а во-вторых, ну, когда мы сражаемся, нам потери среди своих-то не нужны. Но, поверьте мне, соревнования проводятся в полный контакт. Для детишек, которые еще не достигли определенного возраста, у нас эта граница в 14 лет считается, что с 14 лет можно уже переходить на железо. Так вот, у нас же собственный сленг такой. Они занимаются фехтованием на мягких мечах. В Китае есть такое понятие тямбары, у нас она имеет даже смешное такое название, просто в общении между собой соседки. Это мечи с мягкой окантовкой, с мягкой рубашкой, и доспехи с мягкими элементами, которые не позволяют нанести серьезную травму. То есть дети с большим удовольствием и азартом между собой сражаются, ну, постеляют азы боя, и, собственно, готовят себя для следующей ступени, чтобы перейти уже к железным мечам. Также мы изготавливаем собственные комплекты защитного наступательного вооружения, стилизируем в стилистике тех самых образцов. Почему? Потому что, конечно, купить это все можно, но стоит это очень дорого. Ну, я не буду раскрывать суммы, но многие вещи, которые сделаны своими руками, они еще одну функцию выполняют. Дети проходят трудовое обучение. Это вот старинная поговорка такая, ну, что же это за мужик, который не может бить гвоздь? Она действует и поныне. На самом деле, действительно, мужчина, может быть, как добытчик, как воин, должен уметь делать какие-то вещи. Изготавливая стальные доспехи, деревянные щиты, шлемы, наручи, поножи, латные рукавицы, элементы поясных гарнитур, в общем-то, какие-то древние вещи, стилизованные под древность, дети, собственно, получают вот такой вот опыт трудового. И, собственно, ну, можно сказать, продвигается по двум направлениям. По изучению истории, собственно, и по изучению практического применения практики. Вот. Дальше еще одно направление нашей деятельности, вообще, конструкция утворей, предметов быта. Почему? Потому что бой – это не все, чем мы занимаемся. Мы стараемся реконструировать полностью эпоху, достичь полного погружения в эту эпоху. И, кстати, удачно достигаем. Мы выезжаем на различные фестивали, я об этом немножко позже скажу. К моей гордости, много из моих учеников поступили в Ульянский педагогический университет, на исторический факультет. Я, кстати, сам обучался на историческом факультете нашего университета. И у некоторых из них даже есть уже собственные исторические клубы. Например, клуб «Варяг». У нас есть такой. Они очень с нашим профессором Симыкиным сотрудничают, с археологом. В общем-то, один из руководителей этого клуба – мой ученик. Мне приятно об этом сказать. Но еще мы занимаемся таким направлением деятельности, как популяризация наших занятий, то, чем мы занимаемся. Потому что мы не секта, мы не закрытая какая-то организация. Мы должны поделиться. И это, наверное, по-человечески. Уметь поделиться тем, что ты нашел, что тебе приятно. И тем более ты знаешь, что это вещь очень нужная и важная. Для этого мы проводим показательные выступления всевозможные перед различным количеством народа, перед школьниками, перед взрослыми людьми. Не раз выступали на День города, в нашем городе, собственно. Участвовали в различных фестивалях знаковых. Например, битвы на реке Возу. Тоже в Рязанской губернии. Это же одно из первых сражений, когда иноземным захватчикам продемонстрировали непреклонную мощь нашей ратной силы. Скажем так. Толерантика, скажем. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот, собственно, что касается боя. Кадр показывает о том, как сражаются люди, одеты в комплект доспеха вооружения, соответствующий с одневековым аналогом. Доспехи выдерживают удары сильные, то есть толщина металла приемлемая. Травматизм минимальный, если комплект подобран правильно. Но, вы понимаете, ведь можно изучать историю по книгам, можно изучать историю по наскальным каким-то рисункам, можно в археологическую, то есть предметную культуру изучать. Но когда все это у тебя в голове, в теле, в сердце, и ты все это пробуешь, как это работает, вот тогда понимаешь, что меч не просто звякает, как железка, а меч начинает в руке петь, и он поет свою песню. Ну, я горд тем, что подготовил несколько чемпионов различного уровня по историческому фехтованию. Сам я бронзовый призер Российской Федерации по историческому фехтованию в городе Белгород 1994 года. Ну, так вот получилось. И сын мой до того, как он сказал, что папа, я пойду в другую профессию, в медики, тоже был призером неоднократно соревнований регионального уровня и Кубка мэра, в общем-то, в Москве. Так получилось, что я не только своих детей воспитал правильно, как я считаю, но и, в общем-то, и чужих. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз на слайде показано, как сражаются наши юные бойцы. Мягкое оружие, мягкие доспехи, минимальный травматизм и максимум азарта и энергии. Мы иногда практикуем такое веще, наше снаряжение для спортивного мечевого боя, а именно так называется дисциплина, вывозим на какие-то показательные выступления, даем детям со стороны и наблюдаем, как они готовы, можно сказать, часами друг друга отколачивали. И очень многие дети также и пришли в наш клуб заниматься, потому что где-то нас увидели на показательных выступлениях, где-то мы им дали это все в руки попробовать подержать, посражаться, и они загорелись. И вот, в общем-то, таких детей у меня не один десяток. Следующий слайд, пожалуйста. Как и наши предки, мы реконструируем достаточно все сурово, а спортзала у нас нету, поэтому все занятия проходят на улице. Здесь два полезных момента. Во-первых, это свежий воздух. Во-вторых, люди видят, как мы занимаемся. И опять-таки мы привлекаем внимание к тому, насколько важно изучать историю через практические такие моменты. Следующий слайд, пожалуйста. Для более взрослых детей, какими я себя до сих пор считаю, существуют различные моменты. Помимо турнирной практики, есть очень интересное, которое я сам разрабатывал, мероприятие, когда достаточно снега выпадало. Это что у нас в снежной крепости. Мы проводили его неоднократно. Строили крепость сами, вручную проливали водой, чтобы она была крепкой, чтобы выдержать несколько десятков мужчин. Самое большое количество бойцов, как я помню, на площадке было 72 человека. Одномоментно сражались. То есть, ну, к сожалению, в последнее время погода зимней нас не радует, но мы очень надеемся, что зима опомнится и вернется со своими снегами, и мы еще раз проведем такие мероприятия. Следующий слайд, пожалуйста. Доспехи и оружие, которые нам приходится делать самим, вот что-то мы можем сделать сами. То есть, если меч изготовить и закалить в условиях Центра детского творчества номер 4, очень сложно. Нам приходится это приобретать. То многие вещи, например, как вот, посмотрите, копия скандинавского щита, дощатого, наборного, делаются своими руками. Металлические детали тоже делаются в мастерской небольшой, которая у нас есть. Все устанавливается, и, соответственно, мы стараемся, чтобы это полностью совпадало с историческими аналогами. Следующий слайд, пожалуйста. Шлемы, поддоспешники, доспехи, необходимые атрибуты, подшлемники, вообще необходимые атрибуты для безопасного занятия нашими делами. Это тоже в наших силах сделать. Ну, кто хочет, тот ищет возможности. Вот мы их и ищем. А кто не хочет, тот ищет, как говорится, причины, по которым отказывается. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, наш коллектив. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть истяк дружинный, и знамя с изображением святого. С изображением Иисуса Христа. Все оружие и доспехи хранятся у нас в одной комнате. К сожалению, поэтому там немножечко, на полках вы видите, много всего положено. Но за долгие годы мы накопили достаточно большую материальную базу, которую сейчас очень стараемся использовать широко и плодотворно. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается истории и новоделов, как я их так называю, есть очень интересные моменты, связанные непосредственно с историей нашей области. Вот на правой фотографии вы видите пластинку от чешуйчатого панциря. У нее очень печальная история. Почему? Потому что нашел ее черный археолог. Мы все знаем, да, что это будут прокляты черные археологи. Почему? Потому что вот эти 52 пластины, которые были найдены в Сингелиевском районе, нашей области, теперь как-то невозможно ввести в научный оборот, именно потому, что их взял черный археолог. Но правда, этот человек оказался совестливый, и он передал в дар музею в Сингелиевском краеведческом, они в данный момент хранятся там. Мне стало очень интересно, почему же такая форма, форма очень не характерная для большинства панцирей той эпохи. Датировать удалось по словам этого человека. Он нашел там несколько золотоордынских монет рядышком. Ну, поэтому и датировали, в общем-то, эпоху Золотой Орды. Достаточно такое растяжимое понятие. Но, тем не менее, я советовался со своими товарищами, практическими историками, которые на практике историю стараются изучать, не характерная форма срезанной пластины. Посмотрите, это не обломанные пластины, нижний край. Во всех остальных доспехах, которые известны по этой эпохе, пластины имеют четко геометрическую квадратную или прямоугольную форму. Но мы пришли к выводу, что, скорее всего, это для улучшения подвижности бойца, а подвижность, согласитесь, продлевает жизнь на поле боя. И вот теперь мы хотим сделать реплику этого самого доспеха и опробовать ее в бою. Так, как сделали мы, допустим, реплику. Вот, посмотрите, я стою рядом с манекеном. Его зовут Рудольф. И этот доспех изготовил Суворовец. Изготовил для того, чтобы участвовать в Олимпиаде, в Школьной Олимпиаде по технологии. И даже займем в первом месте на муниципальном уровне. Аршиев, Даниил. По тому, как он это сделал, я понял, что детям вполне по силам сделать реконструкцию и того панциря, пластины которого найдены в Сенгеле. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что касается быта, я уже упоминал. Мы погружаемся в эпоху. Есть несколько исторических фестивалей, которые мы посещаем. И привезти туда детей, это очень шикарный способ вовлечь их в последующие занятия историей. Там полное погружение. Вплоть до того, что запрет на некоторые продукты, которые были в Средневековье еще на Американском острове, за океаном. То есть ни картошки, ничего. Только аутентичная посуда. Использование современных гаджетов очень не приветствуется. И вот там люди собираются несколько дней и живут той жизнью, которой жили наши предки. Поверьте мне, лучшего способа завлечь в наши клубы, кроме как детям, показать, погрузить и дать попробовать, нету. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, собственно, вот еще. Это наш знаменитый фестиваль, проводящийся в нашей области. Он называется «Волжский путь». Проводится уже не первый год. Стал регулярным. Туда приезжают гости практически со всей России. Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Саратов, Самара. То есть все флаги в гости к нам делаются на базе нашей, на Ульяновской. Спасибо Ульяновскому правительству, что оно помогает в проведении этого фестиваля. Вот. И потому, как светятся глаза детей, которые даже просто не в экскурсию это привозят, я понимаю, что дело сделано правильно. Следующий слайд, пожалуйста. Сам лично я тоже участвую. Когда-то я сражался, теперь я стреляю из лука. Стрельба из лука – это еще одно направление, которое очень нравится детям. Очень, на самом деле. Поэтому развивать его необходимо. Благо, для этого сейчас есть все возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Свой дом должен быть у каждого клуба, чтобы жить. Вот этот вот шатер, который на фоне которого это наш клубный шатер, сшитый полностью вручную. То есть никаких машинных швов. Ну, позволяет понять, что нашим предкам, конечно, было не очень легко, но зато очень романтично. Следующий раз. Слайд, пожалуйста. Наши выступления, где мы популяризируем работу нашего клуба, они проходят на разных площадках. Вот, допустим, традиционно мы в Виновской роще выступаем и на сцене с показательным выступлением, чтобы позвенеть клинками. Ну, и проводим различные конкурсы, богатырские забавы, которые очень были популярны на Руси. Ну, вот, например, поднятие тяжестей. Следующий слайд, пожалуйста. Знаменитый ствол. Вы не поверите, как дети заражаются и пытаются залезть, заражаются от взрослых вот этим энтузиазмом, пытаются залезть на этот столб. Я наблюдал это неоднократно, то есть в течение многих лет наблюдаю. И я думаю, вот именно тот самый момент, когда ребенку нужно подхватить и помочь ему ласково подтолкнуть, сказать, сынок, вот твоя история, иди занимайся ей. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот это как раз битва на реке Вожи, где собралось несколько сот таких же реконструкторов, как и мы. Мы сражались, сделали ценировку вот этой битвы на том самом месте, где она и состоялась, где холмы подковой не давали развинуться конницы степняков. Также в рамках этого были проведены турниры по историческому фехтованию, турниры по стрельбе из лука. И я заметил интересный момент. На такие фестивали уже многие реконструкторы, которые пришли вместе со мной, а я пришел в 1992 году в это дело, уже приводят своих детей, одетых в исторические костюмы и занимающихся, в общем-то, каким-то историческим ремеслом, еще что-то. Они сидят, они работают, они при деле. Следующий слайд, пожалуйста. Выступление перед школьниками, это обязательный момент. У нас есть друзья, которые из Новочебоксарска несколько лет подряд привозят различные группы детей для того, чтобы мы провели им экскурсию по Винской роще, которая достаточно богата имеет историческое наследие. Ну, к слову сказать, вот там один из моих знакомых даже с помощью металлодетектора обнаружил бронзовый серб. То есть на территории Винской роще выращивали хлеб. Следующий слайд, пожалуйста. В самом Суворовском училище я стараюсь, я преподаватель технологии, я стараюсь направить детей на то, чтобы максимально близко к истории нашего государства все это было. Вот я брал суворовцев на мероприятие в Диме-Таравграде, где они не просто там были в числе зрителей, но еще далили цветы ветеранам. Представляете, насколько ветераны растрогались, когда вот такие вот красивые парни в форме подарили им цветы. Но это не самое основное направление деятельности в Суворовском училище. Следующий слайд, пожалуйста. Проекты. Творческие проекты сейчас во всех школах, и, в общем-то, суворовцы делают свои проекты. Вот, допустим, этот суворовец сделал действующую модель арбалета. Или, как он на Руси назывался, самострел. Следующий слайд, пожалуйста. Участвовал также в Олимпиаде по технологии и займел даже первое место в муниципальном этапе. Следующий слайд, пожалуйста. Другой суворовец сделал лук. Сделал, конечно, из современных материалов, но наконечники он делал по образцу средневековому. То есть, я сумел его заинтересовать, нашел, помог ему найти материал, и он своими руками вытащил эти наконечники и проверил их в работе. Вот, понимаете, вот практика это лучшая мерила того, чего ты смогу достичь. Также у нас практикуется такое направление деятельности, как пятая четверть, еще называется, то есть летняя школа. Когда мы суворовцами создаем объединение, вот, допустим, наше объединение тоже было, эти суворовцы делали каждый свою стрелу в течение всей этой смены, а потом из луков провели соревнования и, собственно, наградили победителя. Вот оно, сочетание современности и древности, потому что невозможно, чтобы древность была отдельно, а современность отдельно, это необходимо связывать какими-то дорожками. Вот одна из хороших дорожек. Следующий слайд, пожалуйста. Отработка науков защиты и атаки тоже мы, да, в руках у них дубины, дубины сделаны из мягких материалов. Толчком послужила, в общем-то, интересная информация о том, что последнее упоминание дубины на использование дубины на территории Симбирской губернии относится к концу 19 века. То есть там взяли в плен каких-то разбойников, лихих людей и в том числе из изъятого оружия нашли вот дубины. Стало интересно, как же она работала. Суворовцы, да, творчески подошли к этому делу, сделали макеты, разработали правила для соревнований и провели эти соревнования. Получили максимум хорошего исторического опыта и максимум хороших положительных эмоций. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в завершение что мне хотел сказать. Вот многие говорили, вот мы, я можно немножечко апеллирую к первому нашему докладчику о роли личности в истории. Дело в том, что мы сейчас с вами тоже творим историю. Да, так вот, может быть, не скромно, но мы творим ее. От того, как мы ее сотворим, будет зависеть, по какому пути пойдет развитие нашей страны в будущем. И я хотел бы сказать, что, наверное, самое главное, чтобы во главе таких объединений, как наши, стояли правильные люди. Чтобы эти люди правильно смогли направить нашу молодежь. Тогда у нас все получится. Спасибо большое. Александр Ильич, особенно, да, вот за... Секундочку, я забыл совсем. Совсем забыл. Это работа суворовца. Суворов Сламбеев изготовил каменный топор. Ему стало интересно, как это выглядит и как это работает. Ну, как это работает, я ему не дал попробовать, чтобы жертв разрушения не было. Но уже закончив наше училище, уходя, он мне его подавил, сказал, Артон Александрович, а пусть другие смотрят и учатся. Спасибо. Ну, и в завершение сегодняшней конференции, завершающий доклад, я приглашаю руководителя, председателя правления Ульяновской региональной общественной организации поисковый отряд «Авангард». Он же является главным экспертом Центра патриотического воспитания населения и подготовки молодежи к районной службе Ульяновской области. Андрея Владимировича Ярмушева. У него тема «Военность, патриотическое воспитание детей и молодежи используют гауков и методов поисковых объединений». Это как раз о чем мы говорим, что память, она должна сохраняться и должна быть, и мы ее должны сохранить. Спасибо большое, Сергей Николаевич, за возможность выступить на такой большой площадке и хотелось бы в первую очередь обратиться к слушателям. На кого направлен этот форум, это все-таки будущие учителя, это те, кто в будущем нашим детям, нашим внукам даже, скорее всего, скажут, что такое история, как оно было. и оно будет зависеть именно от вашего учения, учения не только в данных стенах педуниверситета, но и также ваших жизненных и, наверное, моральных принципов. Но если смотреть на воспитание через призму работы поисковых отрядов и вообще поискового движения России, то поисковое движение можно рассматривать как наиболее мощный фактор формирования нравственного стержня. То есть это мы лично сами наблюдаем, когда молодой человек либо девушка приходит поисковый отряд, то есть как они относятся со стороны и что они внутри себя переживают после первой, второй и последующих экспедиций и очень отрадно даже смотреть то, что в последние десятилетия произошел всплеск интереса к поиску, так как все-таки прошлое, даже ближних родственников, дедушек, бабушек, которые прошли фронтовые версты, им не безразличны, начинают выяснять, где воевали родственники, какими наградами награждены, а если уж есть награда, то есть какой подвиг. И, соответственно, плавно даже многие ребята уже переходят не только к изучению просто, а уже где-то пытаются смоделировать данный подвиг своего родственника, где-то может даже обыграть в какой-то военно-исторической реконструкции. И это говорю к предыдущим выступающим, потому что рано или поздно все-таки в совокупности оно дает свои плоды. Но, опять же, простая небольшая инициатива снизу повлияла на очень многое даже в этом году, в году памяти и славы, обычное небольшое захоронение наши коллеги нашли в Новгородской области, недалеко от деревни Жестяная Горка. И это захоронение потрясло даже многих закаленных поисковиков, не только молодых, тем, что там находились дети, женщины и старики. То есть военнослужащих там было минимальное количество, несколько человек и, видимо, они были военнопленные. И тогда родился проект, который впоследствии стал флагманским проектом в годы памяти и славы проект без срока давности, задача основная которого это противостоять методичной и продуманной псевдоисторической пропаганде, которая проводится в отношении нашей страны и в первую очередь по отношению к нашей молодежи. И даже цепляет некоторых сознательных граждан нашей страны сомневаться в чудовищности нацизма и его последствиях. И как следствие определяющие роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Потому что читать даже такие большие задачи мы усомним как так молодежь не знает. И работая в учебных заведениях, в школах, в среднеспециальных учебных заведениях, мы просто спросили, что такое план Кост, когда он родился и что под собой подразумевал. И мы оказывается выяснили, что в учебнике общего образования об этом нет ни слова. Сейчас может после года памяти поправки ведут где-то в учебной литературе, но для большинства среднеспециальных учебных заведений там об этом не говорится. Соответственно, может это какая-то ошибка, может это специально спланированная акция, но о том, что бы было с нашей страной, что бы было с поколениями, даже то поколение, которое сейчас живет, что оно просто не существовало. нынешняя молодожь, к сожалению, не знает. И выступая даже в небольших деревнях, школах, мы даем небольшую инстанировку, что могло быть, если бы произошло непоправимое. Этот план КОСТ вступил в свое действие. То есть то, что произошло на территории Смоленщины, Брянщины, Новгородщины, то есть это расстрельные ямы мирных жителей, невинное, убиенное, гражданское население. Это просто-напросто небольшие такие, наверное, мы делаем прививки для беспамятства, потому что если даже большим каналом мы слышим, что у нас агрессия идет с запада, у нас пытаются на западе памятники сносят, но мы иногда забываем посмотреть на себя, то, что мы внутри не знаем. И, соответственно, работая по этому направлению, мы пытаемся сделать небольшие такие прививки в язву беспамятства. Это не о том, что наша молодежь не знает, мы ей об этом не говорим. Мы сами даже об этом не знали, о некоторых моментах, то есть о той трагедии на Жестяной горке. до реализации этого проекта это просто было одно из сохранений периода Великой Отечественной. Кто там находился, в каком количестве, не знал никто. Но после реализации там сейчас находится огромный монумент. И, с одной стороны, похоронены военнослужащие, погибшие в период Великой Отечественной войны на этой территории, а на другой стороне похоронено гражданское население, женщины, старики и дети. И очень отрадно, что все-таки Следственный комитет России не остался в стороне и возбудили уголовное дело. Конечно, сейчас наказать самих виновников невозможно будет, ввиду того, что либо они погибли ввиду возраста, либо скрылись, либо все-таки их наказала война чуть-чуть попозже. Но сам прецедент дает колоссальную прививку не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества о том, чтобы не забывать. Самое главное для будущих учителей со стороны поисковиков заняться поисковой работой, чтобы посмотреть на это изнутри. я немного не отдавал должного внимания в этом, но убедился, когда один из студентов профессионально-фотографического колледжа, будущий просто учитель физкультуры, начал выносить солдата на руках из леса. То есть мы костные останки выносим с леса на себе, там невозможно пройти техники, но это стандартно. Либо мы его укладываем в мешок, мешок перемещает несколько поисковиков, а он исключительно пронес данного солдата, то есть там не просто дорога, это лесомассив, где-то надо переходить, где-то через кусты, он его внес на руках, ни разу не поставив, не отдохнув, и, соответственно, до лагеря, до места, где хранятся костные останки, до процедуры погребения, он его пронес на вытянутых руках, как подобает. И вот тут вот может не то, что в нем что-то закалилось, в нас что-то сломалось, что мы не делаем не просто работу, как группа, наверное, похоронная, которая нашла, захоронила, а немного больше. И причем мы это специально не делаем, делает внутри себя молодой человек сам, видит достойный пример того, что он делает. по видео небольшой, наверное, опыт, который нам криминалисты передают, и он в будущем может станет передовым. Это сейчас на видео показана реконструкция облика солдата и по опыту несколько удачных совпадений по прошлому году было то, что по облику солдата его родственники по фотографии могли его опознать. Позже это подтвердило экспертиза ДНК, то, что это были родственники. Так, если об общем судить методов, методов много, и, соответственно, каждый метод, он имеет свое право на жизнь, и самое главное, что в совокупности со всеми выступающими, я думаю, мы не дадим права забыть тот подвиг, наверное, ту историческую память будущему поколению. Спасибо, спасибо большое, Андрей Владимирович. Если есть вопросы по работе, можно их задать, но я говорю, то есть со временем мы хорошо сегодня перебрали, но у меня не поднимался микрофон и что бы сказать, чтобы прерывать, потому что темы все важные, и я думаю, что сегодня мы только начали эту работу обсуждать, потому что после этих докладов, мне кажется, мы еще с вами продолжим взаимодействие межорганизационное, хотя как понятно, что все друг друга знаем, но элементы каких-то сегодня, возможно, что-то открылось для будущих проектов, для будущего взаимодействия, и я надеюсь, что те, кто нас сегодня слышали, также смогут выйти на вас, напрямую, я говорю и другим регионам, кто сегодня слушал нас, и ребятам с студентами из ульяновских университетов, колледжей, техникумов, поэтому работа продолжается, форум продолжается завтра, и сегодня еще, да, сегодня проходят площадки параллельно, и завтра еще продолжатся работы на территории наших колледжей, техникумов, и вы все выезжаете завтра, поэтому работу мы продолжим, спасибо большое всем, кто сегодня принял участие, всем, кто сегодня слушал, спасибо ульяновской правде за то, что они это пустили в эфир, и я думаю, что все, кто сегодня вживую не смогут принять участие, запись послушав, в дальнейшем также смогут поднять участие, поэтому спасибо огромное, мы завершаем научно-практическую конференцию вовлечения детей и молодежи в изучении истории страны родного края через игровые технологии военно-историческую реконструкцию поисковую работу в рамках Всероссийского историко-образовательного форума Парад Эпох, и благодарим всех, всем всего хорошего, научных новых открытий, и хорошего применения на практике этим открытием, ну и всем огромное еще раз спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok